там сразу разборки у меня быть вечерним селись только я запустил эфир как ухты господи акила и home systems я попрошу многие разные им инкорпорейт от кстати говоря да я просто увидел акилу такого так аккуратно вырезанного и наложенного он да что я сразу я не вижу в эту букву и так ребята всем доброго вечера здрасте хорошо что там все потекло поехала звук пока не можем особо поднастроить потому что мы в менюшке находим из которой запускается игра и сразу начинается заставка кстати облина чуть за демоверсии дайте я гляну dark forces и rebel assault 2 так блин мышка вот в короче ну ладно сейчас все постепенно расскажу самое главное нужно начать самого главного всем доброго вечера это пятница это канал stopgame.ru и мы здесь вновь собрались у костерка нашей и видео игровой ностальгии в цикле передач под названием ретро реквест и мы тут играем в разные всякое старое доброе не всегда кстати добрая но старая но вообще в общем в любом случае эти эфиры приносят большое количество удовольствия нам и надеемся вам тоже мы видим список соответствующие вы можете влиять на него посредством ваших донатов все это отображается в правой части экрана есть еще в блогах тема где тоже все широко разъяснено можно по идее добавлять и новые игры но не сегодня сегодня у нас мы на диете от новых игр пока открещиваемся на этой неделе и соответственно ждем когда двести тридцать четыре игры в списке останется тогда еще штуки три запустим в этот список так что пока можете поддержать тех что уже присутствует у нас как-то так и не забуду еще упомянуть что для вас впрочем как и обычный работают я глеб мечеряков и иван лоев там гриша на фоне тоже крикнул в общем да возможно он тоже мечтает ретро реквест вести но рано-рано пока еще не освободилась должность да двести тридцать шесть и двести тридцать четырех чё еще сказать нужно а у нас у нас же фулл фрутл сегодня игра которая достаточно долго продвигалась к своей своей первой позиции в каноничном так скажем переводе акеллы на самом деле перевода как оказалось но во всяком случае в интернете я такую информацию обнаружил вайл спасибо большое за 150 рублей добрейший вечерочек на soul river 2 спасибо и пол мир подписывается на 27 спасибо спасибо так вот как оказалось вроде бы таких вот пиратских и исконных переводов у игры h3 они один переводила акела ну то бишь фаргус переводила седьмой волк и переводила еще какая-то студия и они достаточно сильно отличаются как оказалось но по моему вся не с озвучкой ну то есть в общем постарался люди любили эту игру не только обычные игроки но и переводчики и как распространители видеоигр по горбушкам поэтому постарались и к full throttle отнеслись с должным вниманием игра лукас артс классический квест если вдруг кто не в курсе про байкеров что еще надо сказать что пол мир подписался wild занес 150 рублей на soul river 2 вроде бы я думаю мы можем идти смотреть заставку да тогда сейчас пока ну да я думаю на заставке и особенно из памяти в плане громко тихо мы в любом случае с феном будем молчать а дальше уже там сориентируемся и под регулируем в случае чего поехали тогда тыкву начать игру и сейчас и на окошко не смотрите оно да вот такое маленькое насчет окошка сразу расскажу у я не знаю как у остальных но у меня доз бокс все время широко форматный я не знаю почему но то есть он не 16 на 9 но он что-то среднее между 4 на 3 и 16 на 9 и поэтому ну окошко будет будут сверху сверху и снизу будут короче наши наши кирпичная кладка слегка а по ширине сейчас должно стать ок когда я запущу игру но могу спасибо за 100 рублей до хорд на фридио конечно же что же еще спасибо спасибо так все запускаю секунду опла когда я чувствую запах асфальта я думаю о марин это мои последние ощущения после чего я потерял сознание тяжелый запах асфальта первым что я увидел когда очнулся было ее лицо она сказала что починит мою тачку мне следовало бы знать что все не так просто да когда я думаю о марин я думаю о двух вещах о дороге и неприятностях римбургер да и хуже грязи мистер корли только выслушайте мой план мое мнение знаю я твой план ты только и ждешь моей смерти чтобы загробастать мою компанию это ужасно сэр я вовсе не желаю вашей смерти я никогда не испытывал тебе симпатий но у тебя есть теловая жилка которую я ценю ну что вы спасибо сэр но это твоя последняя идея трип явиться на собрание акционеров с бандой рокеров кого ты лечишь акционеров сэр хорошо когда видно что ты водишь дружбу с реальными покупателями карли моторс а что ты знаешь о наших покупателях хатриан ты же никогда не сидел на тачке знаешь я прямо сейчас был бы на ней я посмотрю в один действительно вывод текста отметилась не особо контрастными люди людям при русской озвучке нужны сабы ну да хочу делать а твои уши в порядке меня пугает то что между ними а с которыми бы я мог поехать надо бы выездить вдоль а с да я и мы а Продолжение следует... 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 У меня уже язык умер. С наступающими праздниками, как всегда, на черное зеркало. Использование этого контейнера по человеческому станку может быть нарушением местных медицинских норм. Субтитры есть, ребят, субтитры есть. В ремастерном телеверсии есть субтитры. Но я встречал следующую информацию, повторюсь, на всякий случай. Когда ты русификатор на ремастер накатываешь Акеловский, Фаргусский, с голосом и с текстом, то после этого субтитры работают только в версии с обновленной графикой, а со старой графикой не работают. Ну, возможно, это не так. Но, во всяком случае, я такую информацию... Мне так она попадалась. А что не устраивает в этой версии конкретно? То есть, что не так? Они быстрее. Всем привет и хорошего встречи. Почему нельзя... Након, true, hard-core. Спасибо большое, стэарт. Да, там по донатам надо попройтись. Донатить или пока... Так, ну, Перун Анахронокс читался или нет? Ничего не читалось, кроме стэарта. Окей. Тогда Перун 500 рублей. Ваня Глеб, чатик, привет. Всем радостного настроения. Я на Анахронокс. На мотор. Я люблю этот автомат, автомат на пол. Может использовать их зеркал. Рок течет в наших венах. 300, что они с ними возятся. Тергер, 214 на черное зеркало. Ну, я это читал. И стэарта тоже автономир читал. Получай. Мне кажется, надо фена громче, да? Фен еле... Еле... Опять слышно его сейчас. Давайте я... Я могу, наверное, брусдобай громче говорить. Zipzam85 оформляет подписку с уровнем 1. Спасибо. И всех волнует вопрос, пройдем ли мы игру за стрим. Не знаю. Не могу сказать вам. И хочешь ли ты, чтобы тебе подсказывали? Подсказывать не надо мне, потому что у меня... Если я испытывать буду какие-то затруднения, то у меня прохождение на соседнем окошечке открыто. Поэтому не переживайте по этому поводу. Можете расслабиться и получать удовольствие. Это, конечно, я понимаю, что это нифига не остановит вас. Но... Должен был проговорить эту информацию. Ну, просто на всякий случай. Вдруг, вдруг кто-нибудь это услышит. В истории Фолла иногда пропадает звук. Да, уже неоднократно мне было сообщено, что в истории Фоллаута пропадает звук, что в истории Рокстаров пропадает звук. Но, что поделать? Хорошо для него. Хорошо для него. Какой-то шутник взял мои ключи. Хотя здесь есть кровушка и т.д. Я просто помню, видел момент, если во время игры с ножом, когда нужно между пальцами попадать, попасть в руке, то появляются порезы. О, май гад. Фига себе. Это такое можно порезы? Вот на Твиче показывают интересную. Боевая стойка. В истории мафии тоже? У-у-у. Ну, я подозреваю, в истории Сталкера и метро тоже там что-нибудь куда-нибудь... Ну, хотя я не помню, использовались ли там какие-то внеостовые композиции. В метро-то... Ой, в метро. В GTA-то понятно. Открывай. В всех остальных тоже. С перечисленки. Глеб, а тебя Глебони и называли? Что ты при этом чувствуешь? Я... Ничего, знаете. Идешь ты такой по улице, тут подходит к тебе человек, кто... Глебони. Смотришь, что в человеку. А твои идут, а твои идут, неважно. Эй, твоя банда укатилась теми... Ну, хорошо одетыми джентльменами. И что теперь, ковбой? О, чатик CS Фоллача, все ясно. А вот есть у кого проблемы с ЧГК играми с первой по десятой. У меня пишут, что заблокировано в нашей стране. То заблокировано в вашей стране, то недоступно в вашем браузере. Сейчас нормально, пока вот Фен вот только-только договорил, по-моему нормально, да? По-моему идеально по громкости. Я вот по на эквалайзер смотрю, и вроде прям самое то. И относительно игры вроде хорошо. Нормально, 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 нормально. Куда все подевались? Что я, директор круиза? Там, десятый. Может быть, а на пряже? Не, десятый, то ли десятый, то ли одиннадцатый, вообще куда-то то ли отворился, то ли пропал. Я думаю, ты завязан со всей этой дреной авантюры. И сделал он это в тот момент, когда у меня уже запись была удалена, судя по ощущениям. И поэтому непонятно, можно ли его восстановить, и если восстанавливать, то откуда... Где он бы я знать, кто меня отключил? Когда-то это уже... Наверное, ты просто потерял сознание. Но Ютуб, конечно, молодец. Ты должен знать, какую дозу можешь осилить. Так приятно с ним работать. Блин, это каждый раз взял... Ты что-то хочешь? Я ищу свои ключи. Не понимаю, о чем ты говоришь? Ты хочешь что-то заказать? В видео про жестокость в играх вообще вырезан звук в моменте с аниме-эротикой. Ты знаешь, что хорошо бы смотрелось на твоем носу? У меня в видео про жестокость была аниме-эротика? Стойко. Пам-пам-пам! А задача не вани. Ладно, ладно. У меня твои ключи, но я ничего не знаю. У них были пушки. Они сказали задержать тебя как можно дольше. Почему? Не знаю, я не знаю. Я слышал, они говорили что-то о засаде на дороге. Что еще? Больше ничего. Слушай, мужик. Вот твои ключи, окей? О, кто-то из них сказал, что тебя надо убить и представить это как несчастный случай. Они проделали здесь неплохую роботину. Бэм, потише игру сделала. Почему засада на Харьков? Сейчас. Я бы двинул отсюда. Секунду. Голос из Человека-паука. Обождал на 20 минут. Думал, тут уже по спидрану добегают до конца. А тут только бармен ему, да не будем мы сегодня спидранить, что вы все это самое. Вы хотите, чтобы эфир закончился за 15 минут и мы разошлись? Ну, кстати, я не знаю, на самом деле, игра за сколько проходится. Рандом Рамбл. В детстве я, ну, немало времени потратил на меня. Спасибо за подписку. Да, подписался в 71 месяц. 71 месяц, господи боже, 71 месяц. Я каждый раз, когда слышу эти цифры, я... О май гад. Какая жесть. Это твой питбуль? Нет, это фото моего чада. Чада. Вань, я бы выбрал на ролях Эмирлока британского актера. Молодец, Драксин. Но, почему, ну, британский... Британский, не британский тут не так броляет, мне кажется. Ну, это в любом случае вопросы к тому, как персонажа написали. Я бы его и постарше сделал, как минимум. Потому что он такой, типа... Хибану, блядь, это блядь... Джентльмен и охотник. Охотник и джентльмен. Призм, 314 рублей, приветствую на HOMOM4. Конечно. Как же иначе? Спасибо, британский. Сейчас уже файп будет, по-моему. Когда я на дороге... Я непобедим. Никто меня не остановит. Но этот пытается. Май, рок, шашлычок. Привет, товарищи. Глеб, Ваня, чатик. Вот и хрен его знает, на что теперь чемоданы заносить. Ох, не верь в пулер. Будем продвигать товарищи глинки. Приятного стрима. Квасавчики. Буду вас слушать и собирать мебель. Всем родский шум мотора. Спасибо большое, Дмитер. Удачной сборки. Мебель. Это дело нужно. Сборка. Это дело приятное. Ох, ты твой. Мне кажется, возраст более актуален, чем остальные параметры. Ну, да. Как-то у меня Хаммерлок все-таки вызывает ощущение такого. Вот, придет сбор. Старенький. Ну, не то, что старенького, но такого возраста дяденьки. Мне кажется, это его сторона довольно важна. Но посмотрим. Может, у него на самом деле вообще... Бред Лифай. Поддайтесь чувству восхищения, которое вызовут у вас великолепные пейзажи, окружающие в Аладе Лену чудесный крошечный городок, затерянный среди высокогорных альпийских лугов. Спасибо, Брин. Спасибо огромное. И тебе хороших майских праздников. Ты же Аник. Что-то Маркус получится борода Ну, борода, посмотрим Главное, что Маркус получится достаточно харизматичным Если, опять же, ему дадут правильные указания быть харизматичным В оригинале он говорит, что он не может быть But they try, имея в виду всю банду А в локализации решили про конкретного чувака сказать Ну вот видишь, непонятно за что ты ее любишь, это локализация Пора отказываться Что-то вообще непереводимо Типа Ротвиллерс гнилоколесники переведены как Ротвиллера просто Ну, гнилоколесники тоже, ну, уже не звучит так хорошо Как Ротвиллеры Ты кто такой? Нет, они, по-моему, вообще не переведены Он сказал Ротвиллера через и То есть они просто Меня зовут Бен По транскрипции написали Мне по башке, Марин Ты попал в аварию Репортер нашла тебя и притащила вместе с тачкой сюда Моя тачка Что ты сделала с моей тачкой? Вернула ее с того света То же, что я сделала с тобой Впрочем, мы не надо много помочь, чтобы я закончила Тем временем Я отработал третью неделю без выходных Дома стройки на работе тоже И радуюсь, что завтра никуда не надо А сегодня За бухлишком и спать Глебоня Ты на пенсию что ли собрался? Хорошего стрима На реку душ Спасибо большое, Эмберс Так Вот это сейчас надо будет переводить Ааа, не готов ты к такому повороту Да, я вот К такому повороту я был не готов Тогда я думаю, мы найдем общий язык Это сервис-центр компании Корли А вот здесь не надо, кстати, каждый раз в диалог заходить Как с барменом Ааа, незаконные дела Корли Предпочитаю считать это делом отступника Корли Где ты научилась чинить тачки? Я выросла, работая над ними вместе с моим отцом Однажды летом Река душ это Soul Reaver? Ммм, да Наверное Ну, похоже Ну, просто у нас Риверов-то никаких нету Кроме Риверсити Ренсом Ты живешь в этом городе? Окей Окей Оно просто, типа, еще и в хорошем отрыве от всего остального Между людьми Просто немножко озадачился Насчет переводить я говорил про то, что там 15 долларов А не то, что я не знаю слово Ривер как перевести Никто по-русски байк так не называет дословный перевод без понимания специфики сеанса Душилу окончен, спасибо, извините И, наконец, последнее, но немаловажное Почему никто по-русски байк не называет? Нет горючки Так, то есть нам нужна горелка, горючка и вилка Горелка, горючка и вилка Как будто на обед мы собрались на какой-то Это такой типичный какой-то приключенческий троп Нам нужна вилка, спичка И душка от очков И мы выберемся из тюрьмы Где мне искать эту горелку? Не знаю, закину удочку До сих пор не могу поверить, что кто-то украл мою горелку Байк, тачка А, тачкой? Ух ты, ладно Вот, чтобы тачкой байк Тачку байком называли Байк, тачка Блин, байк, тачка и звучит как Майк Тайсон Да, тоже не слышал То есть мы уже на этой локации Я вспомнил локацию, на которой сейчас будем Мы обретарь Где взять горючку? Я проходил в детстве Fall Throttle Проходил, по-моему, даже без Ну, без подсказок Без прохождений сторонних Но достаточно долго я времени потратил на это То есть были, по-моему, у меня какие-то моменты Когда я не мог понять, что нужно сделать Не помню уже, что конкретно Мне надо быстро сматываться из города Проблема с законом? Слушаю главного героя, а слышу Зератулла из Старкрафта Ох уж, это узкая компашка актеров озвучения Ну Из-за того, что она узкая Как раз тут Странно, что именно Зератул Потому что здесь можно миллион вообще образов В голове у себя Как сказать Реализовать То есть это голоса не из каких-то мультфильмов, фильмов, игр А голоса просто из детства, скажем так Па-па-па-па-пап Па-па Папап Настюша, 222 рубля Дачный привет, любимые мужчины Как там у вас с погодкой? У меня с утра солнышко, аж сердце радуется А то все тучки да дождь Капелюшку на нынчушку Спасибо большое, мастер. У нас с погодой все хорошо. Мы сегодня выехали на дачу к родителям, съездили в гости. Ну, мама только на даче была, отец-то в городе. Хорошо провели время. А у нас как-то паспорт. Давно не заглядывал на стрель. Пора вернуть Литлебий к Адвентуре 2-го. Но, как всегда, аккуратно, чтобы не попало на первое место. Что с тачкой? Итак, у тебя не тачка, а велик. Спасибо, брата. Спасибо. Спасибо. Вилка, горелка и горючка. Ладно. Ну, я ХЗМ, мне кажется, мотобитву без Солюшена хрен пройдешь. А еще кнопку входа в секретный вход не найдешь в конце игры. Кнопка входа в секретный вход. О май гад. Мотобитву без Солюшена. А что такого в мотобитве? Не знаю. Кто это? Просто знаю, что она существует. Не что она какая-то сложная. Кто-то раз отцом и приютил в этом месте, которое он называет норковое ранчо. После его смерти оно завещено мне. Ты фермер, специалист по норкам? Нет, это место опустело задолго до его смерти. Но я сюда продолжаю приезжать, когда мне хочется на время уединиться. После каждого крупного релиза есть такие сообщения. Привет, Глеб и Ваня. Пока каждый второй стримит Резидент 8, у вас лампово, как всегда. Спасибо и удачного стрима. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так, я что-то поднял. Не знаю почему. Мы не на хайпе. А что это? Можно это посмотреть? Нет, уже не знаю. Если бы это канистра была полная. А, канистра. Окей. Наполним, не переживай. Так, а вот это не то. Ну все, погнали. О, хорошо, что ты еще не помер. Я хоть успокоюсь. Ваня Глеб от стрима для рефанды делать передумали? Не, буквально завтра будет. Благодарить не стоит. 11 часов утра. Я хотела сделать фото о происшествиях на дороге. А тут ты. Кому нужно фото, где я стекаю кровью? Это не ради крови. Это не хайп, а строгое расписание. Нет. Говорят, шланг забыл. Плохо. Навсегда же можно вернуться. Ну да, плохо то, что я забыл шланг, и мы не сможем никогда в жизни вернуться. В этот помещение. Ну, спасибо, спасибо. Фен в Резидент 8 можно готовить плов. Засада? Правда? Но вопрос, зачем мне готовить плов в игре, если я приготовить плов могу в казане? И сожрать. Потому что из игры-то я его сожрать не смогу. Моя команда сопровождает неких важных персон на собрании акционеров Корли Моторс. Корелика был без хойлеров, а полное прохождение? Ну, полное прохождение, и если будет, то... Это в любом случае, или к Васе, или к Солоду вопрос. Я... Да? Мне неудобно носить меня. Мы вряд ли собираемся. А, ну хотя вот Глеб вроде восьмой части заинтригол. Смотрите меня на своей машине. Я, да, я буду... Ты прав. Мы должны расколоть его на засаду. Обязательно. Ну, я боюсь, да... Я буду игнорировать. Как же ты добралась сюда? Я когда-нибудь да пройду, наконец-то пройду. 2007-го? Да, нет, с 17-го. Ну, всё. Можешь ждать мне машину? Нет. Ну, вот, седьмого. Заткни свой рот моим слишком. Хорошего стрима на Риверсити Рэмсен, как всегда. Спасибо, спасибо, это враг всегда. 5, 6, 7. Занесено. Спасибо. Вот он где был. Дико интересно увидеть фильм по борде. Тоже дико интересно увидеть хотя бы трейлер фильма по борде. А там уже потом я смогу попробовать понять... Хочу я увидеть фильм, остальной или нет. Так, чейн здесь ещё пощупать можно? Куда-направо не пойдём, да? Поехали. Налево. Всё ещё не понимаю, как продюсеру уговорили Кейт Бланшетт сняться в борде. Ор, нет. В борде. Ну, возможно, там хорошее деньги. Или ещё какие-нибудь интересные подвозные камни существуют. А типа, почему такой вопрос? Типа, бордерлендс такой зашквар, что... Ну, как бы... Мало кто согласится. Не, ну в целом, я так понимаю, пока что фильмы по играм как явление. Типа, не очень хайповая тема. И туда, типа, большие актёры попадают очень редко и по каким-нибудь интересным стечениям обстоятельств. Но... Короче, я не вижу, почему бы и нет. Ну, ХЗ, по-моему, полным-полно разных примеров, когда примелькавшиеся актёры участвовали в экранизации тельных игр. Тот же этот, с горбатой горы, чувак. Да и этот, Тимоти Ольфон тоже. Не, ну Джиллен Холл, когда был в Принце Персии, он был не очень популярный. Да камон, он уже нормально выстреливший вполне был. Ну, я имею в виду с Кейт Бланшетт, если сравнивать, то камон, типа. Ну, Кейт Бланшетт тоже не то, чтобы Брэд Питт. По всем показателям, скажем так. Сука! Если вы смотрите на то, что вы видите, это да. Так. Так. Просто Лёха занёс 100 рублей. Привет, Глеб и Фен. Пятница, вечер, ретро-реквест. Что ещё нужно для приятного времяпрепровождения? Там, я не знаю, пиво, женщины, вот это вот всё. На Contra Hardcore. Насчёт озвучки для меня это Optimus Prime собирает мотоцикл, так сказать. Машина рожает машину. О, Господи. Спасибо, Глеб. Спасибо. Так, а, а, на Contra Hardcore. Там сваривает или телеграфирует скровную информацию. Занёс. Учёл. Хорошо. Скорее всего... Ну, короче, мне на ум из довольно громких хайповых актёров только... А-а-а! Главный герой фильма Assassin's Creed приходит на ум. Лучше. Которого я, конечно же, забыл, как зовут. Майкл Фассбендер. Сука. Тимоти Олифант, мне кажется, мы вполне сопоставим по хайповости, нет? Скейтбланшет. Не, мне кажется, он такой... Ну, не очень. Ну, типа, у Олифанта я даже не знаю, какие были прям крупные и большие роли. Ну... А Фассбендер-то... Не, я не про Фассбендера. Я про Блани... Ну, типа, у них есть всякого разного хорошего и академически признанного, и простыми человеками тоже. Я занимаюсь здесь своим делом, крошка. Так. А, это у меня... Так, Гайден 2, 130 рублей. Здравствуйте, ни разу до спидран турнира не видел эту игру, ни у кого из знакомых... ни у кого из знакомых не было. На Tenchu 2 Birds of Steelers Assassin's. Tenchu 2. У нас это записано просто Tenchu 2. Но спасибо. Спасибо. Когда-нибудь, когда-нибудь оно доберется, и мы узнаем, что такое Tenchu. Олифонт был очень известным по крутому сериалу по вестерну. Ну, да, он был. Еще он был в четвертом крепком Орешке. И еще где-то. Но, типа... Олифонт был в шикарной комедии всех времен народов соседка. И он напоминает ряженого на карнавале. Girl Next Door. Что, Фен? Да я не знаю, я не смотрел. Ты просто как будто завис после этой фразы, пытаясь вспомнить. Ну, я завис в ожидании, отреагирует как-нибудь в чатик или нет. Не знаю. Он, кстати, прикольный там. У него роль прикольная. Глеб так пиарит соседку, что хочется посмотреть прямо сейчас. Соседка круто. Мы когда вампирскую ДНД пати готовили, я фотку вот Олифонта из соседки скидывал Лёне для того, чтобы он нарисовал портрет моего персонажа. Поэтому у него волосы такие шикарные. Так. Непонятно, откуда он приходит, да? Какой-то есть лаз потайной. И его наряд напоминает ряженого на корнелу. Сфену известен только фильм Boynexdor. Я и такого фильма не знаю. А, ладно, понял. Буду периодически подглядывать в прохождение. Возможно, мы таким образом успеем за стрим пройти. Вот смотрите. Optimus Prime в байкерском прикиде. Ван, я слыхал, что планируют издавать продолжение Варкрафта. Но если будет продолжение Варкрафта, я буду вполне рад, потому что мне первый фильм понравился вполне. Я, конечно, не то чтобы большой знаток лора и ценитель в целом вселенной Варкрафт. Или хотя бы даже вообще игр. Потому что для меня второй Варкрафт преимущественно ценен ценен своей мемной озвучкой, которую мы в детстве ходили и цитировали напропалую. Это же ключи, нет? А вот на это приятно посмотреть. Вот это вот серое. Нет? Не ключи? Выглядит как завязочка от штанов. Я думаю, из него достаточно. А, окей. Так, и что теперь-то? Вырубил я его. Сейчас разберемся. Так. Видимо, я что-то не досмотрел. Ну-ка. Ага. А это что? Мясо. Мясо. Вадим. Вдруг в мясе ключи. Они не то, чтобы ключи нужны. Просто, ну, раз квест, значит, везде начинаешь видеть ключи. А-а-а. Понятно. А отсюда я что взял? Ничего не взял. Что, никто не смотрел сериал Дэдвуд? Я только слышал о том, что есть сериал Дэдвуд, и он хорош. Но когда выходил Дэдвуд, я был по уши в великолепном сериале «От на колесах». Где был Кален Бохеннен, который просто мужчина, не знаю, мечты всех вообще. Воу. Это нормально. Нормально. Лучше отнести это к Моу. Горелку мы нашли. Это же моя горелка. Где ты ее достал? Да, тут недалеко. Осталась вилка, немного горючки и в путь. Вань, прочти, пожалуйста, мой предыдущий вопрос. Он выделен сообщением. Просто очень интересно. Виктор Белл. Ты будешь... Так. Ваня, Глеб, а играли ли вы в квест Мисты? Это его продолжение. Это отвычка. Нет, я не играл, но всегда, ну, как бы с уважением относился к этой серии. И в детстве, ну, тогда еще, когда я изучал компьютерные игры для себя, открывал, ну, в конце 90-х условно. Я, ну, хотел бы, хотел тогда в нее поиграть, но у меня ее просто тупо не было, и мне неоткуда из нее было брать. А потом как-то вот так и не срослось, короче. Выглядела она, короче говоря, очень интригующе. Так. Дум. Здесь перебираться, да? Она выходит из люка в полу и ведет на другую сторону стены. Выглядит тяжеловато. Тяжеловато. Разберется? Нет? Отпускаем и бежим. Ты успеешь? Нет. Ну. Явно, явно, что-то тут. Сухо. Голый громила. Голый громила? 100 рублей. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Но донат на четвертых героев. Ого, спасибо большое. Верхушка. Сверты герои там уже, по-моему, стучатся в топ, да? Или что-то типа. Да, они уже где-то тут неподалеку. Верхушка забора под током. Сухо. Так, отмычка. Лизвульф Ченнел, 200 рублей вечер, добрый Ивана Глеб. Еще раз спасибо за стримы на СГ, контент богатый на сайте. И эски. Глеб, Квантик Дрим и Принц Перси Фен. За многие видосы. Одна сотка на НФС, другая на полужизнь 2. Хорошего стрима. Так, а вот НФС. А, НФС у нас. Да, одна точно была. У нас только одна есть, я поэтому и хотел спросить, типа. А на какую НФС? Потом оказалось, что она только одна и есть. И вообще никаких проблем нет. Да. Здесь экраны нигде не скроллятся, интересно. По-моему, не было еще скроллятшихся экранов. Вроде бы. Нет, не скромется. Так, надо периодически... Но ведь Клеб не делала из Принца Персии. Но ведь он ее озвучивал. Да, я очень старался во время озвучки. Вообще-то. Так, здесь, значит, пилик-пилик. Что? Это они отманулили? Нет, нет, нет. Нет, нет. Ян Ленин входит в чат со словами Сидите тут, стримите. А модераторов нет. Исправляем. Здравствуй. Вот это, конечно, красиво. Скроллинг, конечно, божественный. Так, давайте-ка глянем сразу, чтобы долго не тупить. А, ну то есть я в целом все правильно делал, только нужно спрятаться было почетче, не просто в тени уйти, а подальше отойти. Понятно. То есть куда-то сюда убежать, то сюда можно? О, вот сюда, видимо. Да беги ты! Чувак. Ну, он не торопится. О, вот сюда. Опа. Опа. Я тебе сказал, что ты добил его в прошлый раз. А кто же включил сигнализацию в фольк? Похоже, кто-то нас дурач. Нет, это он. Это тот парень, который он уже упустил. Да. Придержи-ка эту штуковину, на готове. Я скажу, посмотри повнимательнее. никому не видно он наверное слинял мы увидели бы сверху как он смывается он наверное прячется в башне мы загнали его наверх давай поднимемся бегает он только от путь до чем кат-сцене звучит как описание настоящего мужика шланг на 100 рублей на xco уфо xcom что я вообще сказал на xcom уфо defense да есть такая игра так и рот спасибо джаха быстро обойди с другой стороны только лишь почистил не проговорил доброго вечера за спасибо большое на клайв бакер barkers андуинг да 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 это хорошо ты достал бензин из башни не совсем на дороге игра какого года хорош вопрос я не помню 94 уже в чате написали 95 95 так и значит получается горелку мы принесли топлива принесли осталось вилка вилка ладно тогда погнали чем вилка есть ложки Хлам Так, вот здесь-то мы вилку и найдем Вилка, вилка Эй, чувак, я просто посмотреть хотел Камон Как куда он поперся? Машины нет, спасибо Только не машины Тогда же был Сэм и Макс День щупалец и второй обезьяний остров Эх, сгоревший, не годится Машины нет, спасибо Машины нет, спасибо Так, а дальше нельзя пройти Только Чё-то не любопытный факт На свалке стоит сгоревшая машина Кадилакс Вроде она принадлежала Тиму Шаферу Но после пожара он добавил её в игру Ага, он там А, собачка, ну да, конечно Всем привет! Я в детстве эту игру дальше первой локации не прошла Не могла вообще никак понять, как уехать на моцике И у вас начало пропустило Так и не узнаю, видимо Ну слушай, будет запись И всё увидишь, всё узнаешь Ну к бармену подходишь, рукой на него Руку применяешь на бармена Достаёшь ключи от байка и уезжаешь Так, мясо, мясо, мясо Нельзя соединиться с отмычками Давайте мясо попробуем положить в машину Не знал, что у Full Throttle есть озвучка Видимо, в моём детстве Не вместился на все квесты Извини, что перебил Но просто Доста говорил, что трост скроллинга нет А он есть И это просто человек, который фанатеет от этой игры Так жутко ошибается Да, брат-брат, спасибо большое Хотя с донат Извиняюсь Так, он не положил Да, спасибо, занесено На Little Big Adventure 2 Блин, а были Ну хотя наверняка были квесты В смысле диски Типа все квесты Лукасараса на одном диске Ну, анивей Анивей, анивей Ну да Ну как бы это диск, который Ну, следовало бы сделать пиратам Если бы его не было Это пираты, которых следовало бы сделать диском Машины нет, спасибо Это знаешь, как я фанател от Half-Life 2 Но не знал, что фонарик в игре на F Да Такое возможно А как ты проходил Ну, самый простой вопрос в таком случае Как ты проходил Ревенхольм Ну, там что-то в... Выпрыгивать В темных, мрачных коридорах А где управление-то? Под конец Типа кромешная тьма Вот так вот, фигнете Жесть! Нет, ну тогда понятно, почему ты прошел игру Понятно, почему ты так с ней сроднился Скажем так Если бы я по тем коридорам шарахался без фонарика Я бы... И прошарился То это да Это было бы переживание на всю жизнь Блин, нам надо сейчас Понять Как в крант залезть Здесь нету ничего такого А вот две, да? Не смог пройти Ревенхольм На этом моё знакомство с игрой закончилось Ага, вон он забирается Жестоко Вот когда 15 лет спустя Узнаешь, что двери в Сан-Андреас можно блокировать Так, а вот теперь я заинтригован А теперь поподробнее Блин, а вернуться он нормально Как бы сразу на площадку не может Без вот этого Круга почёта, походу Ну ты же должен Какую-то заплатить Цену За то, что ты налажал Не, так он Так он забрался На кран Сразу Площадку Настюша сообщает Нашла сегодня Начала сегодня смотреть на Нетфликсе Митчеллы против машин И господи Мальчишка из этой семьи Чисто Глеб Ну я хозяин Названивает людям Из телефонной книги И такой Здравствуйте Не хотите поговорить о динозаврах Так, чё тыкнуть-то Или она не в нужное положение Ещё что-ли? Не, она в нужное Пока чё она не работает Это как я на стриме В Уфенштейна 3D Узнал, что там есть Стрейф А, вот Ну, с этим я Когда-то сталкивался Так, ну я думаю, что мы Абакой разобрались Всё Теперь можно взять Ёлку Вот это открытие на стриме Обожаю ретро-реквы За такие истории А сейчас спустился Как это работает Вот и всё Отличная вилка Где ты её нашёл? Прямо рядом с ножами и ложками Он тоже пошутил Прям как Чёт Про ложку Не люблю сюрпризов Порядок Принимай работу Верни собаку на землю Ирод Ну и сорян Тут уже Не подвластно мне игра Она и сама себя вернёт Ты просто класс Я готов кантоваться Хоть каждый день Кантоваться А что же сюрприз? О, это всего-навсего Обычный управляемый Авиационный Твёрдотопливный ускоритель Круто Да А как же грифы? У меня свои связи Ты не хочешь попробовать Эту штуку Жаль, что у тебя нет фотоаппарата Мне бы хотелось Отблагодарить тебя Как-то Да ладно В бой, приятель Ты отпугиваешь Моих постоянных клиентов Пока Пришли мне открытку Из засады Кстати, в оригинале была Именно такая шутка Про ножи и ножки Ну, она в целом Не нуждается В какой-то интерпретации Ну, как сказать Адаптации Порядок Выжину Хитрый чёрт Теперь он нас не проведёт Видишь его? Нет Смотри, смотри Блин Как же круто игра выглядит Жаль, что я терпеть не могу квест Это да Конечно Так Мы вернулись Вернулись Чтоб сигнализацию подрубить Да Вроде как Можно же не играть А просто смотришь Нет, ну Ну, хотя если смотреть прохождение То, конечно, да Возьмём его Задьём Это как в крепком орешке Давайте в урбе нам свет Пусть попотеют Мне частенько вспоминается Эту фразу А, здесь автоматически всё сделано Классно Удобно А, вот и харьки уже Мы догнали Офигеть А где твоя свита? Я думал, он не так скоро С ними встретится У него слишком маленький Мочевой пузырь, парень Где Ри-бургер? Давненько я его не видел Бен, что за дела? Что ты ищешь на дороге? Мы что, можем влипнуть? Нет Мы уже влипли Ой-ой Я сегодня мою башку в корзину Мой бак вполне затарен Когда взорвёт она вне жена Я буду только благодарен Чувиха байкер, что люблю я А лучше рая в небесах Ну старик, ты мой А теперь сделай что-нибудь хулиганское Устрой засаду какую-нибудь Ага, заговор разгорается Мне нравится Устрой засаду Это убийство Ты не должен был ржать Надо мной На заседаниях Совета Малькольм Малькольм Да-да 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 А теперь Малькольм Может ещё на дорожку Корли? 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 Мне кажется Рипбургер не мог ждать Пока я сам Лет Я не могу Пришить человека Что ж Ведьму Рипбургер Сухая Он знал, что я умираю Увас Кантаторик Катасар 100 рублей Армтенденденджерус Конечно На квест Но тоже Лукасар А не квест Но тоже Лукасар Спасибо Спасибо Больша Микроавтобусы Ты помнил меня? Микроавтобусы Ты должен отомстить за меня, Бен Обещай, что уроешь его Я обещаю Я хочу, чтобы компанию восклавила моя дочь У тебя есть дочь? Да Я на гений механики, Бен А это, наверное, МО Было 4 года Я называл ее Динамо Вперед Найди мою дочь, Бен Найди Марин Ну да Марин? Что ее искать-то? Вот она Опа Я совсем запутался Ретро-реквест Ретро-реквест Закрыли Ну, как видишь Что за куча там шевелится? Не знаю, Рит А мне кажется, это куча Болюс Надо же Ааа, теперь я понимаю Законченный неудачник Этого чугомона Я не вижу лимузина Может, я их там застану А может быть и нет Ай-яй-яй-яй-яй Блин Вообще А вы говорите Дэвид Кейдж Кенцо Вот это все Вообще Вот сижу Просто кайфую Месь с вами Наблюдаю Диалоги Сцены И так далее Кстати Что хотел сказать Иногда Когда камера Переключается Сцены меняются Какой-то Кадр Мелькает Между ними Непонятно Какой Ну, какой-то Глюк В общем Неясный Напомнили про крепкого Варежка И вот вопрос Какой орешек Грецкий Или может Фундук Крышка Не думаешь Так и шьёв Даже и не знаю Что тебе сказать Поэтому Вот фото Мои Дяди Питана Цвисташки Она сказала Что поедет туда Я иногда Ставят Цвисташки Вот туда Ты мне Наверное Сейчас А потом Грызу И мне Хорошо Так Хорошо Что-нибудь Порыщем Тостеры Пять Последняя Фисташка Которая Цельная Да Вот Её Хрен Хреначишь А потом Ты её Расхреначиваешь И понимаешь Что На самом деле Всё наоборот Что наоборот Что Короче Из-за того Что она Не раскрылась Пока её Жарили Она И типа Температурно Значит Не дошла До того Градуса Когда она Открывается И типа Орех Там Ну Не жареная Какой-то Такой Просто Орех И туда Соль Нифига Не попала И поэтому Вкус у него Тоже не очень И ты Такой Типа И зачем Я парился Открывал Я с каких-то Пор Перестал С этим Запариваться И просто Те фисташки Которые Не открытые Я их Выбрасываю С остальные Ну С теми Которые Не нужны И всё Я не помню В каком направлении Надо двигаться Не помню Куда он Сейчас вернусь А Ну Видимо Другой Я покупал Себе Два Больших Пакетика Фисташек И всё Очистил Потом Очищенных Переел И уже Не получал Удовольств Не Я именно Потому Фисташки Люблю Потому Что Ну Типа Ты Не очищаешь Целую Гору Сразу А ты Типа Я не знаю Пришел На кухню Пока Делаешь Условный Завтрак Всё Закинул В сковородку Чай Поставил И такой Хоп Одну Фисташку Открыл Съел Отдельно Кожуру Выкинул Вторую Открыл Достал Съел Выкинул И Типа Таким Макаром Ты Ну Как Семечками Чищенными И другими Какими-нибудь Чаще Чищенными Орехами Ты не Нажираешься Как Тварина До того Как ты Должен Поесть Нормально Ты Ты Такой Хрум 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 И Всё Ты Белочка Этот Тягач Мой Кох Это Твой Почему Тягач Его Что за Дела Так Ну Давайте Внутрь Хос По диско Кафе Ну Чемоданов Заносят Если Он Ещё Не Просто Поп Пает Фисташки Но Может Их Выбрасывать Что Ещё Космический Чувак Просто Невероятный Космический Чувак Ну Типа На самом Деле Суть Не в Том Что Я Каждый День Съедаю Пакет Фисташек В Том Что У 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 Не знаю Ну Короче Не то Чтобы Огромный Пакет И он У 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 Дорожные Заграждения Были Расставлены Вдоль Хавея 9 Чтобы Предотвратить Это Опасное И Жестокое Преступление Я так и знал Проблемы С фараонами Мне не надо было Стали Второй выпуск Стори компании Фрикс Завтра Не надо Все Это Вешать На Меня Тебе Бы Исчезнуть Мужик Мужик Давай Ка Еще Поговорим Послушай Дай Рассказать Что Случилось Говорю Тебя Не хочу В это Ввязываться Понял А музыку Можно Поменять Интересно Играй Пойдет В поедании Фисташка У меня есть Только два Исхода Либо Законится Фисташки Либо Я Лопну Нахрен Дорогая Цена Оказывается Обо Мне Заботиться Я Могу Попробовать Ничего Нормально Но Да Да Если Никаких Накладок Не случится Потому Что Стандартная История Всю Дорогу Все Было Хорошо Как Только Садишься Рендерить И Ну Проект Вегас Такой Типа О 48 Процентов Я Дошел Все Можно Крашиться В рандомные Моменты Я Конечно С этим Борюсь Тем Что Рендерить Начинаю По Кускам Но Это Так Неприятно Этим Увлекаешься Это Я О Порезах И Сад Я Тебя Расстроил Мимика Неприят Я Неприят Неприят Послушай Мне Надо Ехать Неприят Неприят Что Вы Что Полицейских Нет Просто Ты Мне Не Нравишься Я Не Похож На Убийцу Да Мужик На экране Похож На Трамп Я Немножко Потыкаю Ножом В твой Спорт Ладно Посетитель С ножом Всегда Прав Приятно Было Поболтать Хорошие У вас Здесь Ребята Муравей Не тот Парень Который Перед Всеми Расшаркивается Муравей Муравей Крутое Прозвище Да Мощное Да Сразу Понимаю Что Чувак Может Таскать На Себе Просто Много Всего Эй Бен Мне Не До Шуток Хоть Там И Жутко Воняет Но Я Не Помню Чтобы Где Ты Спал Лучше Ты Должен Помочь Мне Найди Моего Редактора В Корвеле Скажи Что Я Сделала Снимку Бо Крутое У Тебя Есть Снимки Сразу Понятно Что Муравей Кислая Копка И Так У Тебя Нет Никаких Снимков Ну Я Проследила За Этим Парнем До Милон Веда Но Я Не Смогла Приблизиться К нему Они Убили Меня Найди Моего Редактора Он Должен Вытащит Меня Отсюда Возьми Один Из Этих Пальшивых Пропусков Чтобы Пройти Через Блок Посты Журналист Пропускают Дальнобойщиков Не пропускают Журналист Пропускают Конечно Странно Какая-то Дискриминация Если Головорез Миранды Тот же Самый Который Напагастил В хозяйстве Мо Это Должно Быть Фотоаппарат Миранды Что же Делать Журналист А Кто же Взял Пленку Блин А кто Взял Пленку По идее По логике Вещей Ну Пленка Наверняка Где-то Легенько Нас Дожидается Но По идее Когда Чувак Пошел Убивать Мо Он Уже По дороге Должен Был От Пленку Достать И Где-нибудь Выкинуть В Сточную Канал Но Ладно Муравей Классная Кличка Ты Работящий Тащишь На Себе Горову Гору Припасов Ты Подчиняешься Иерархии Тебе Плевать На Роскоши Амбиции Ты Муравей Приятно Было Поболтать Так Фотография И удостоверение А если Безумно Муравья Сейчас Посмотрим Интересно Что Скажет Тачка Тачка Ну Да Я Че-то Это У меня Пролетело Мимо Ушей Чего Там Обсужали Насчет Байка Тачки Тачки Но Да То Что Здесь Байк Переведен Как Тачка Это Странно Буквально Это И обсуждали Что Никто Не Называет Байки Тачками Байк Байк Тачка Это Тачка Уведомление Это Уведомление Телефон Заткнись Ох уж Эти Ваши Рефанды Я Из Лупхера Уже Не Вылезаю Дней Пять Благодарю Блин Всегда Раз Когда То Что Нравится Мне Заходит Кому То Еще Я Подумал Что Типа Он Скажет Что Другое Учитывая Что У него Фальшивый Пропуск Появился Но Нет Нихера Ну Типа Понятное Дело Что Журналист Вряд Либо Будет На Моцике Гонять Таком И Типа Может Он Соответствующую Какую Ни Фразу Подобрал Да Зачем Узбавляться От Компромата На Того Кем Ты Хочешь Управлять А То 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 Ты Хочешь Сказать Что Ну Разумно В Целом Да Вот Это Да Не Подумал На Таком Так И Наверное Мы Должны Показать Посмотри Что Подделай Подпись ФБРовца Это Можно Использовать Как-то На Блокпостах Ты Когда-нибудь Слышала О Норковом Ранчо Дядюшки Пита Я Помню Она Вроде Звероферма Хуже Фанда То Есть То Есть По Первым Двум Часа То Видимо Если По Первым Двум Часам Игра Все Еще Стоящее Ну Да Я Ну Типа Я В Факторио Влюбился Не знаю За Первые 15 Минут Вообще На Протяжении Тизера Который Я Увидел За Сколько То Лет До Того Как Сел Играть Там Слишком Много Всего Совпадает Ну Ваня Спросил Глеба Когда От него Ждать Личных Стримов По Новому Резику Не понял Прослушал Когда Тебя Ждать Личных Стримов По Новому Резику Ближайшим Будущим С ножом Тепло Там Наверное Горючка Подтекает Люблю Пожарные Машины Кунгуру Пора ввести Штрафы За Слишком Качественный Контент Тогда И чемоданы Не понадобятся Охренеть И как Это Должно Работать Моя деревенщина Довольно Мы остановились Проблемы С грузовиком Жалко Что в факторию Есть две ачивки На скоростное Прохождение Мне Только их Осталось Выполнить Для 100% Достижений Но пройти Факторию За 15 8 часов Это Кощунство Мод Скажи В одобрении Был Почему Он чистый Такой Ага У него же Техбензин Киноляп Он использовал Мой бензошланг Для ремонта Этот водила Подохнет За то что Он сделал Офигеть Блин Ну вот Такое Да Вроде Как бы Через Заслон Нас Перевел Но Шланг Забрал Окей Так Ваня Не все так просто Если бы я вас Послушал И не посмотрел На Мессенджер То пожалел бы В итоге Прошел на ПК А после И Платину Вымочил из нее Рефант Хорошее знакомство С игрой Но не стоит Сесело опираться На мнение Ну да Ну типа Мы всегда Об этом говорим Это просто Наше мнение Наше Видение Вопроса И типа Даже Даже Вне Рефанда Даже В обзоре Это тоже Наше мнение Наше Видение Фото Тачек Я не могу Сломать Это замок Фото Тачек Фото Тачек А причем Наверное Имеется ввиду Все таки Байки Наверное Из этого Окна Марин Выглядывала Баринкой Девочкой Мечтая О том Как жить На ПС-4 Купил Выбил Платину Ну я В целом Понял Да Это знаки Отличия Грифов Не могу Поверить Что Мо Была У Грифов Но Все Как она Смогла Добыть Этот Жуткий Ускоритель Подушка Опа Под подушкой Там Монтировочка Ребята Конечно Как еще Могло быть Кровать Фримана Хлам И шланг Который Можно Использовать На моей Великого Кто Спал Стрим Не будет Против Если Я Одолжу Его Все Морем Лом Гвоздодер У каждого Под подушкой Или нет Нет У меня под подушкой Никаких ломов Никаких Гвоздодеров Только Зияющая У меня У меня Долгое Время В машине Около Сиденья Моего Лежала Монтировка Которая Которую Алтфаги Могли Наблюдать В Каком Нибудь Игрозоре Когда Игрозор Выпускали Мы Сашей На Еженедельной Основе Там Были Какие-то Типа Лайв Вставочке Мы Встречались Ну Я Саша Игорь И Всякую Херню Снимали И вот Что-то Там Порой Добавляли В Агрозор И вот Там В одном Моменте Мы Монтировку Это Использовали Там По-моему Игорян Изображал Фримана Как раз Или что-то В этом духе Было Но Она Была Синяя А не Красная А может Это Конкретно Монтировка Была Не в Грозоре А Для Чего-то Ещё Мы Снимали Я Не Помню Но Это Тоже Время Было Грозоре Почини Это Чё Чинить Подушка У людей Перестали Лежать Лом Гвоздодёры Выпусти Хел Три Ненужный Ненужный гратишки как будто никого нет может босс ошибся и она сюда не придет она придет просто мы приехали сюда раньше по ходу водителя вот этого кудачи худощава озвучил непрофессиональный актер есть такое ощущение у меня в детстве была версия этой игры с вырезанными роликами представьте как все было понятно ну да похоже что может здесь груз крепко прикручено прикручено лицо надо полуприцеп лесу полуколесо да это все из-за них а что если он озвучил настолько с профессионально что это звучит непрофессионально возможно прицеп придавил колеса а чё а зачем вообще это дело интересно хватит возиться прицеп придавил колес типа нужно все три штаны ключа хватит возиться нет ладно и я пешком не хочу пешком не хожу я пешком не хочу так а может быть толкнуть вводила худощава водилу худощава озвучивал человек который озвучил тору из мультсериала джеки чан понял 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 так подождите осмотрите давайте пары правили проверим сначала проедем имеют ли смысл ждать полтора портал 3 как бы это было бы круто но что еще можно сделать с этой концепцией мне кажется на базовом уровне двух порталов балл выжила за две игры все что могла без серьезных усложнений сложный вопрос в том смысле что если у них появится идея как это еще развить то и развить не только механически но и сюжет я с удовольствием посмотрел я тебе вот так вот ходу у меня идей как сделать что-то дает нула все что есть это длинность нету но с другой стороны я не разработчик портал что ты здесь делаешь мне сточердело безделье я думаю прокатиться в старой каньон и поискать на свою голову приключения ищешь где помахаться старый каньон для этого в самый раз а паша торг мне нужна твоя помощь банда в тюляге а закон я больше не главарь не так ли ты не заметил что я на вечных каникулах ты не знаешь дороги вокруг ущелья кругом это очень далеко в чем дело не любишь мосты он взорван извини я не знал вообще ты мог бы перепрыгнуть его как реки марин у банды крыс молитон вращающий момент ну да или какая такая из меха механическая терминология входа совсем не видно если не воспользоваться этими странными крысиными очками понятно предлагаешь помахаться торг ваш могут придумать что-то новое интересно но опыт показывает что они сами к примеру идея с гелями в двойке пришла со стороны вообще у вальф чистоты часто такое что они ассимилируют маленькие студии с перспективными идеями ну да в целом чё бы и нет вопрос в том что дальше происходит в студии с этим не поговорим с этим не поговорим а и и и и и и пачка на цепь а я у него это тишь-тишь-тишь друг кише блин что он это чел ну ты чел а вот куда я поворачиваю 9 хайвэй это тупик что это стану поэтому вернулись обратно так а сейчас мы по идее подъедем куда мост уже нет короче здесь пока что есть дорога майн ролл 4 и 9 хайвэй две дороги всего вроде насколько я понимаю если не сворачивать на шахту куда мы приедем сейчас сейчас посмотрим так приехали к мосту собственно да но здесь рампа нужна рампа нужна от тех челов которые спрятаны их нужно найти только будучи специальных очках окей о да вот как раз очень кстати да фотографии эти размышлены лет и прыжок через пропасть на реке майрон окей так поехали на тап кажется можно скипать соперников если те уже не нужны окажутся или на бэкспейс сейчас давайте все таки до ковыряем этот прицеп а то я оборвал тогда процесс ой блин мне нужно было нажать на клавишу я посмотрим а дальше куда мы увидим по идее мы дальше уйдут дальше из сюжетного было вот этот застава а нет дальше ферма моды я просто не помню ни хрена где еще находится поэтому до термому окей а мы уезжаем смотри-ка убирает удираю 혀 так давайте нас сейчас на улице перца постановить отсек отсчет уже ничего это видимо из того что за нами еда ладно давайте еще раз прокатимся туда-сюда ну что послушаем чет по моему ни херать не работает он так и будет со мной свернуть же надо нет так я хочу остановиться у прицепа видимо тебя сначала надо просто избавиться вероятно да но до 5 минут так давайте покатаемся так еще какой-то человек он не будет это было быстро так выезжаем на хайвей ну вот наконец-то а и и и и и и и и и что за бардак вот теперь поехали за ребятами вообще как раз торг говорит про слабые стороны противников если вы расспросить хорошо ну я не знаю мы встретимся с ним или еще или нет я вроде с ним все обсудил а ну да это он когда спрашивает типа кто сильнее тебя может быть бэн да то есть когда про кого-нибудь из них говоришь у меня убирает так сейчас посмотрим что приключится вот теперь получилось это прокол место давайте headlines быстро меня есть план вымоним этот отпуск корли в зубежище с помощью вымокните здесь чтобы пиздец у него же есть . да но на дне она трудилась со своим отцом это связано с чувствами и тебе не понять теперь быстро так но здесь мы уже были едем обратно какое у вас мнение по поводу раздаваемой на этой неделе поин стоит ли уделить ей время я ну знаю потому что это игра но не играл не знаю мне мне зельта подобные игры не очень интересует меня потому что столько зельд есть которых я еще не знаю ну типа если я хочу поиграть зельду я поиграю в зельду да зачем мне поинт ну такая логика логично эта вещь мне не понадобится я ни к чему не притрагиваешь что без колес это хлам а я взял радиатор так давайте я лучше в прохождении сразу гляну сейчас охренеть я только что дома комара видел нифига можете и тараканы есть так тут немножко красные вещи ну понятно поэтому исправка мне сегодня здоровья пчела залетела но она какая-то сонная была поэтому ее в коробок поймал но пока не знаю ее то ли выпускать то ли чё а чё не в ремастер играете а вот а почему мы должны играть в ремастер учитывая во первых учитывая что это ретро реквест ну и как бы мы здесь каноничные игры практикуем а во вторых вообще в принципе ну типа почему просто про ремастер так спрашивают сегодня активно стран стоп я сказал пчела или оса часа если что улетела до у меня если бы была пчела я бы такой типа пчела лети я на тебя подую феном чтобы ты согрелась там не особо что жилом что его неля зачем тогда тем более вот тогда еще более актуальный вопрос так короче мы взяли эту штуку ее можно прикрутить в байку а вы не знали наверно выглядит отлично хоть на продажу не понятно что зачем это я сделал но окей и теперь мы в шахты катимся ваня волосы злопамятная найти отомстить да я в курсе что у вас и не клёвая поэтому я пока и думаю чё с ней сделать так на этот но и мы же его побеждали же вроде а ну так попробуют это роли мощный оси свили огромное гнездо о майк корпус смерти крик 150 рублей свободу оси 75 на глябова 75 на выкуп спасибо а кстати там по-моему в начале эфира сегодня еще что-то кто-то закидывал да было 314 на наше усмотрение но мои на bubble sticks закидывай сегодня так и шипастый а вот папа что давайте поспрашиваем а рот виллеры не промах вот это подсказка вот это подсказка боже мой это это реально на уровне чата типа просто победи их лол какие шустрые но они мелочевка ребят с этими ускорителями так просто не достать помни дело не в силе надо выбрать момент окей это уже ближе ближе к делу что же делать с этими ребятами из банды крыс смотри в оба пен они тут не спортом занимаются они грабят по крупному это часть их религии не вставай на их пути они слепы мочи со всей дурика как же они ездят если они слепые да они слепые поэтому носят эти специальные очки чтобы прикрывать свои приспособленные для пещеры вот очки нам и как раз нужны сенсоры в очках могут обнаруживать любую мелочь на дороге всякие крупные объекты и помогает выбирать направление вот порода больше нечего сказать вот такие тараканы ладно не бери в голову папаша погнали так но двух ротвиллеров мы забороли нам очки нужны короче по итогу я так понимаю это было просто очки то папа папа пались мне нет а вот эти как его штук я не знаю как контрить вот этих не достать да гандоша ну даст как говорят но доски у меня нет он как видите скажи ка это у тебя твердотопливный авиационный ускоритель ну конечно ну и чё у нас же ускорялка тоже стояло не я смотрю ты хочешь поучиться можно сказать нет нет я думаю что скипнуть можно только в ремастере это избалованные казуалы говорили про скип и которые в ремастер наигрались проиграл доску проиграл доску окей будем ждать следующего шанса давай просто а нет пришел на перестрелку с ножиком да блин туда переключиться почему не переключается камон у меня это сапог этот встал и не переключился можно было подальше отъехать ну да наверное на это то 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 ищем доску значит но это не доска музыка с доской если точнее ищем ну как просто уехать от него надо обязательно падать или так или попробуй да нет я пробовал что-то бэкспейс я же сказал что это у меня не знаю кто не стал то это провал на чуваке который был с доской который ну типа обязательный а те с кем драться не надо их можно типа скипнуть да под переключение оружия бэкспейс ничего я по-прежнему думаю что кто писал про скип ориентировался на ремастернутую версию заранее видишь и скипаешь заранее вот сейчас нажал бэкспейс то попробовал опять же страда что я сделал не так то блин ну камон и так вроде неплохо здесь таб бэкспейс там бэкспейс бэкспейс таб это женщина так так бэкспейс так бэкспейс бэкспейс став блин она не канан попробует три удара и вот такой ускоритель мне и нужен так у меня все есть ускорить да бэкспейс бэкспейс став блин она не канан попробует три удара и откатиться от нее три удара откатиться так так бэкспейс там бэкспейс бэкспейс став пока с доской нужно мочить бензопилой а бензопильщицу нужно мочить навозом навозом видимо тогда мне нужно с кого-то навоз сбить табы с тэс бэкспейс таб ребята ну и нажимают бэкспейс таб так бэкспейс чё не так то этого точно мы уже проходили поступила новая информация скип на shift в но это немножко про навоз это этот самый который в прицепе жижа на дорогу вылевшись так наверно мне осталось уже там ее было по моему вполне достаточно ну сейчас ну давай нажимаем шифт в я не пробовал еще пока давайте попробуем и съездим за жижой вашей шифт в я вот сейчас нажал ничего не произошло так что ваша информация не помогает к сожалению так ну это беги просто покатимся делать не будем соревноваться этим человеком наверняка он просто свернет нет похоже нет ну вообще как раз говорят нет скипов максимум если только рядом поездишь долгое время но видите расходится информация непонятно на что ориентироваться shift в shift в во время сражения там нет не знаю а вот смотрите сейчас вот по ходу когда уже чего что ты получил доску я подождите проверим еще раз shift в это это читы какие то то есть это победа моментальная нет нет все равно давайте все равно давайте по чесноку нормально shift в тот еще скип ребята но это работает не только на тех кто уже у нас был это работает вообще на всех подряд как вы можете обратить внимание давайте съездим посмотрим что там с жижей а она не да она дальше же жжут туда да и я просто подумал что вместо жижи теперь вот эта остановка с может возьму немного конечно еще нет у так но мне интересно просто жижи победить женщину с бензопилой это уже такой вопрос принципиальный а я не запомнил как он выглядит мужик с доской сейчас ладно сейчас начало женщина ищем но этот ник никакой мужик да это просто не ваню никакая оса не унесла ваня тут все нормально так вот это вроде а у меня бензопилы да у нас у нас пока нет бензопилы ждем бензопилу на потом бензопилой доску вот это вроде парень с доской был до такой с усиками мне это тоже показ блин а давайте попробуем просто реально долго поехать интересно спикнется или нет снимает м вот так как так мне нравится что чувак поднимает голову такой темда отвечает про он уехал с ней отслабление тем как погода в бийске до сих пор минус 72 не помоему то он атаковать начал сука хитрюга какой короче днем сейчас под двадцатник уже поднимается ночью сейчас вот 11 и типа полночь днем рыжеволосую девчонку интересно нам с жижи и победить да и бензопилой досконосителя вот это то что интересно а вот это и лет не она по-моему она она тоже разволосы она не настолько это не черт вот куда какая информация про то что в бийске плюс 4 мне телефон говорит что в бийске 11 и и по ощущениям это очень похоже на правду вот она ну что снова ай мои глаза и и жижа и теперь бензопилой против мужичка блин ну ты меня вынуждаешь чувак а доска то осталось интересно давайте все таки мужичка с бензопилой победим ну что мы пройдем короче полностью весь положенный алгоритм совесть не мучен а плюс 4 это относительно москвы градусов да времени ну чё хорошо урок окончил тебя на ха 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 чё ты там флексил то а не не у него доска что ли сука а не у него у меня же она просто есть уже в инвентаре все окей все теперь же это да того можно уже пишут что можно и жижой поведете его да это наверно те же самые пишут что писали про тап и про бэкспейс да Позвольте угадать Там кто-то не писал Плюс 4 часа по ходу гейту Я больше уважаю кельвинов Особенно кельвин Просто я помню, что у меня плюс 2 У Васи плюс 3 от меня А у Вани минус 1 от Вася Сложная математика Да, да Математика сложная Так, ну ждем нашего этого очкарика Да блин Слушайте, а по идее, наверное, его можно и бить, да, когда он вперед смотрит? Да бля, кому хочу Да, это вроде как и тот самый момент Нет, я имею ввиду не только доской, а вообще в принципе Может быть его не только доской можно победить, но и в принципе наносить урон, пока он поднимает бошку свою Может у доски просто дистанции хватает, чтобы добить до него Просто если бы можно было до него достать чем угодно, то было бы как-то странно, если бы он Ну, нет, я имею ввиду сложнее бы просто типа цепочкой там или монтировкой Можно, но нужно носить там условно 10 ударов, а доской там 1-2 Я об этом Сейчас давайте жижи попробуем Жижа, это жижа Жижа, 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 жижа Это жижа Жижа, жижа, жижа Жижа, жижа, жижа Жижа, жижа Жижа, жижа, жижа Да блин, какого хера Он причем брызгует, и когда у него башка поднята, не поднята все равно Ты его просто таранишь Я полагаю, его надо не таранить Ну да, сейчас будем аккуратно Не таранить и поскидить Жижа, в принципе, если он слепой, ну вообще Ну да, не, ну типа залепил очки, которые помогают ему ехать Доска у меня в наличии, я надеюсь Я помню, что я в детстве тоже на этом месте задушился Не самое веселое, на самом деле Не самый веселый момент игры Вот, про него я и слышал, наверное Дося, а ты че такой агрессивный-то? У тебя все в порядке? Вижу просто твое сообщение О, получилось Ну да, в контакт не входить, самое главное Ты че? А мы, интересно, на... Что теперь? А мы должны искать... А, наверное, мы на той же дороге и должны искать, да? Я думаю На дороге в шахты Искать должны Не на хайвэе Очки! Очки! Очки, да Очки, вот так, что добыли Ты взял очки? Мм? Очки добыли Ну, надо наперить очки Говорят Таким образом, интересно Сейчас попробуем Не знаю, что нажимать для этого нужно Это тап или бэкспейс? А, вот тап Ха Так Нет, пиликала Слишком рано, походу, я свернул Ой Уезжая с 9-го шоссе Иди к шахтам Но я тут и нахожусь, да Блин, че не надевает? Вот сейчас надел Почему со второго раза? Так, едем Мы едем 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 Да блин, это выход Нас Пока Как же это Отпригает Про новую игру по борде Слышал И это Все, что я могу Объяснить Время идет Неделя сменяет другую А Драксин продолжает спрашивать про борду Да Некоторые вещи не меняют Заряд электрона Наса протона Немножко новая грандстер Ого Привет, Фен Спасибо Глеб Ча, говорит Немытые подмышки байкера Спасибо большое, Кейблэр Спасибо огромное Вот они надели Спасибо Так, там должна быть надпись Вот выход Мимо едем Едем мимо Другую надпись ищем Чуть долго едем И выход опять Но мы не сворачиваем Ждем 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 И И И И Выход опять Блин Ну че Сделать Не сюда Ну здесь же типа кольцо Ну да Ну и здесь нужно искать пещеру Их убежище Ну да Уже вот пошли на второй круг Явно Эту дорогу Умпериедали Так Двигают Глеб Все же сказали На выход Кто мне говорил На выход Очки использовать Надо в другом месте Очки используют Другом месте Ладно, давайте Прохождение Гляну Не слышал Чтоб ли кто-то говорил Что надо на выход Он тебе сказал Шахты здесь Нужно использовать Ну я использую Так Пойдите Гляну Так Они очки Используют Чтобы тоннели находить Это где-то рядом С шахтами Ну И Ну то есть Я еду Еду по дороге Которая ведет К шахтам В очках И ищу Какой-то Их Тайный ход В чем В чем Несоответствие Я не знаю Я просто Читаю то Что пишут В чате Да не надо Я сейчас Прохождение Гляну Не переживайте Не переживайте Я просто Вроде Санитариус пишет Что мне говорил Кто-то Что нужно очки Использовать В другом месте В каком другом месте И то что мне нужно На выход Я не помню Такого момента Что мне говорили Что нужно на выход И что нужно Использовать В другом месте Так Возможно Скажем Смотрите на нижний Левый канал Ждите появление Слова пещера Но вот пещера У нас так и не появилась Так Возможно Сблизи Сблизи Пока карантин Не появится В правой части экрана Затем Кризис Мыши Таким образом Возможно Что-то на Вангеров Задонатил Донатили давно Вангеров Уже Как-то Как-то раз Мы отстримили Фред Левый Так Давайте По основному Добрый вечер Удачного стрима На второго вора ПС А для чего Нужно Описывать Бойца При донате От 250 Та 10 Это вас не убрал Судя по всему Наверное Да Наверное Это Воссовская Затея Осталась Спасибо Давайте Поедем По основной Дороге И посмотрим Появится ли Конка Очков Но она Не появляется Да Естественно Не появляется И поэтому Нам нужно Сворачивать На На дорогу На шахты Вот Мы сворачиваем Надеваем Очки И опять Ищем пещеру То что я и делал При этом Почему то Чат горит И я Не очень понимаю В чем причина Чат в огне Выход Нас не устраивает Нам нужна пещера То есть Я Говорят Она Может Просто долго Не появляться Надо тупо ждать А Ну А в чем тогда Моя вина Что я Сделал не так Я Ездил А вон Там пещера Вот Появилась Вот Я не понял А почему Меня говорили Что я что-то Делаю не так Что мне нужно На выход Что нужно Куда-то уезжать Вот Поэтому Надо не слушать Чатик Я Реально Что-то Я теряюсь Зачем Это нужно Ладно Стандартная История В целом Так Едем дальше Глеб смотри Коровка говорит Ну Собачка говорит Гав А чатик душ Понял 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 Это Да Есть Так Тук-тук Кто там И интересно Не поленились Они нарисовали Да Вот эти пещеры Которые просто В которых Вроде Ничего не поделаешь Ну Давайте Походим Может быть Что-то Можно Порассматривать Нет Мне интересно Санитариума Услышать Вот В чате Вот Он что-то Притих Он говорил Что Я совсем Не то Все делаю И Нужно все По-другому Мне прям Любопытно Услышать Че он Часто Скажет Юнга Ирбит 100 рублей Здравствуйте Мне вас подсказал Мой друг Пока что Не понимаю Что тут происходит Если этот донат Пойдет на какую-нибудь Цель То пусть пойдет На что-то полезное Вижу списки Пусть пойдет На что-то Между концом И его началом Спасибо И удачных вам Следующих 23 числа Спасибо Спасибо большое Янга Ирбит Спасибо Юнга Юнга Так Че Тогда Ты Ты 50 На Булбы Инстикс Я 50 Конечно Конечно Так Приехали А нам же Рампа Здесь Нужна Да Так Рампу Ищем Я уже Забыл Зачем Нам Сюда Нам Жирам Нужна Теперь Ты Точно Слазим Точно Слазим Здесь Что-то Мелькал Жор Нет Только Стрелочка Сагентариус Просит Прощение Говорит Неправильно Понял Слова Терка Понял Да Ничего Страшного Но Просто Это Мы К старой Теме Возвращаемся Что Блин Ну Ладно Короче Да Ничего Страшного Не Думал Что Попаду Сюда Ну Рампа У нас Есть А что Похулиганить Еще Может Когда уже Тирали До Топа Доедут Когда Нибудь Доедут Они Не то Чтобы Прям Супер Динамично Едут У вас Стоят Какие Ограничения На Донат На Донат Не знаю Только На сайте Какие Нибудь Ограничения Есть На Реквесте У нас Минимальных Нету Ну В смысле Минимальных До Поддержки Добавить Новую Игру Можно С Тысячи Но Сейчас У нас 236 Из 234 Игр Соответственно Конкретно Сейчас Конкретно Сегодня Добавлять Нельзя Да А вот Когда Будет Возможно Добавить Тогда Да Тысячу Рублей Да А на Поддержку От 100 Рублей Которые По-моему Минимальный Донат Которые Говорит Чатик На Ну В смысле Минимальный Донат На Канале До Собственно Скольки Угодно Сколько Там Примет Донейшн Собственно Собственно Каналер Собственно Собственно Не Может Его Использовать Он Друг Он Только Выразил Свой Гнев Который Мы Должны Уважать А Злой Друг Рик Майрон Почти Твой Гнев Теперь Мы Должны Вернуть Этот Друг Так Поехали За трапом А ведь Я теперь понял Зачем Этот Экран Здесь Это Такая Старая Игра Что У меня Олдскула Свело Да У нас Частень Кто Толскула Своит Как бы Название Ну 5 букв Ретро Уже Да Они как бы Намекают На На То Что Нагрузку Нагрузку На Олдскула Какую Тут Можно Здесь Ожидать Так И вот Здесь Останавливается Останавливается Я Я Справлюсь С Этими Ребятами Какими Справлюсь С Этими Ребятами Перевод Перевод Такой Себе Конечно Мягко Говоря Посмотри на доску Зачем Я уже смотрю Вот про эту Речь Сухо Известно Роген Том 100 рублей Глеб Привет Никогда Не хотел Отрастить Усы Вопросительный Знак Хотя бы В качестве Разовой Акции Или Прикола На Sims 2 Спасибо большое Нет Не хотел У меня Растительность На Голове Не так активно Растет На лице Чтобы Этим С этим Экспериментировать Так Смотрю на доску Что Видимо Важная какая-то Важная какая-то Информация Должна Езжай Ага Понял Важная Спасибо большое Что Держишь Руку На пульсе Нашего Прохождения И Ценную Информацию Подкидываешь Так Я думаю Надо остановиться И Развернуться Теперь Это Должно Все Получиться Что-то Не то Да Может быть Мне Трап Надо Что-то Подвезти Здесь Он Смотрится Неплох Ну И Хорошо Здесь Он Смотрится Неплох Давайте Посмотрим На доску Это Желоб Важно Было А ускоритель Ты Не мог Врубить Нам же По идее Он нужен Ну Если Мог То Я не понял Как это Сделать Давайте Сейчас Глянем Неплох 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 От машины И Поставлен Насколько Я понимаю Бензопила Жижа Доска Цепь Это Мне Ничего Не надо Не Поможет Блин Вроде Ничего Не Появлялось Когда Мы Приближались К Этой Точке Давайте Сейчас Сохраняюсь Вроде Никаких Он Должна Появиться Желтая Стрелочка Над Пропастью Ну Вот Она Вроде Появлялась Попробую Еще Раз Да Сейчас Тут 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 Точно Ничего не появлялся Давайте Здесь Посмотрим На остановку А Ну Вот Да Есть Блин Вроде Не было Ее Реально Я же Вроде Наводил Сюда Так Я Достаточно Усовершенствовал Ладно Поехали Тачка Достаточно Совершенствовал Свою Тачку Аааа Этот Перевод Тачка Гей Аааа это получается уже вот с момента начала всей истории это уже прошло больше но двое суток но полутора уже два раза темнело так приехали слушать а это финальная локация так-то ну то есть это завод его и вроде здесь все история и закончится так что может сегодня действительно успеем пройти так чем можно здесь посмотреть на всех случаях мне так кажется фабрика корли моторс вот это блин завод доктора зло не это завод добряка байкер да он делает много право что сюда нельзя зайти такое ощущение как будто можно было бы так 2 2 2 2 2 2 парковка а это выглядит как парковка ну да финальная но проходите еще нормально да понятное дело что приходить нормально там все destruction derby будет я помню что у меня здесь destruction derby что-то были какие-то вопросы не помню что конкретно но помню что там что-то не не очевидные какие-то есть штуки но либо мне тогда так казалось вахте крышетчатая дверь в одиночке и открой я здесь для участие в собрании акционеров мистер риббургер отложил собрание до тех пор пока не поймают убить мистера корли все акционеры были предупреждены быть и страшно там скажу не не надеюсь наоборот 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 не стоит только хуже будет одна большая дверь дай мне войти пошел прочь убили вот и поговорили ну сейчас нагит она всегда помогает здрасте никнейм юста побород тысяч рублей и просто здрасте никнейм ю спасибо шест донат не хочешь зачислить эти деньги на какую-нибудь игру там я не знаю чуть-чуть того на бэгэ написано баба гэбалдурс гейт вдруг у нас есть еще какие-нибудь бэгэ или вдруг ты хочешь концерт кстати в принципе это под ретро неплохо так подходит максимум чего мы можем в этом плане это кавер от вена до кавер ну почему там я наверняка бы чего-нибудь сыграл да балдургейт окей спасибо короче не неожиданно но приятно спасибо просто это выглядело как пинг но это типа пинг на 5 тысяч рублей я вот ведь задачу закрыто автоматически на крик еще и заржаве суха на серии место высасывается никнейм юст так у них на юст есть какой-то план походу а ты не знаком с сыном глеба это место высасывается случайно потому что он как раз по-моему и балду а он не балдур сгейт сын глеба айсвиндейл продвигал плэн скейп тормин плэн скейп и по-моему балдургейт нет не помню но в общем но вы ладно не суть не суть не ну по-моему да их было трешка плэн скейп айсвиндейл и балдургейт энергетической компании так ладно давайте сразу сориентируюсь по прохождению это второй сын просто не тоже занят а у всех прохождение указано что именно реально на плэн скейп ну вот видите все встал на свои места как бы ник на имю спасибо большое спасибо огромное жесть а ну года скроллинг все понятно и я и блин дотя просто сказал то что скролинга нет и этом как бы информация за силу в голове как же он руинит прохождение ну ладно чё справимся у нас 2 плита без кнопки так что-то я немножко выпал из контекста чата для машин но я кстати не могу не поделиться я у меня у меня короче сдохла у меня же газовая плита у меня взяла и сдохла зажигалка но у меня есть стратегический запас спичек я чё-то внезапно такой тип процесс поджигания конфорки спичкой это настолько прикольно и там поаккуратнее не без экспериментов постарайся обойтись не но я вчера себя маслом облил но это поджигание не имеет отношения а он не хочет джойстик фенш масле слушай это было ну как бы очень горячее масло оставила вполне конкретный след в руке сувениры будут напоминать вам о ваших гоночных приключениях так подождите чем скотина кролика и они будут молчать в течение всего пути домой поиграем машинку похоже на слабо обжигающих масла вот посадил батарею а зачем тебе же хочется все села батарейка она разряжена погладить роликами на я погладил к сам предложил погладить кролика и не разрешает там уже дешево я практически раздаю свой товар что такое пара баксов в обмен на вечные воспоминания все эти сувениры наверняка подорожают за год на 300 процентов чем могу вам помочь блин сейчас триггернул суха и последний на вампайр тхемайскую ради спасибо никнейм юст спасибо большое тебе я не знаю с премией что ли тебя поздравить или что я не знаю что еще тут скажешь спасибо три вампайр тхемаску я ради это за огни там внизу у нас сегодня гонки на выживание первый приз первоклассный мотоцикл корли хардтейл который полностью восстановлен самим стариком я подыскиваю хороший сувенир что-нибудь маленькое пушистое и желтые извини это все что у меня есть еще один прется как насчет этой маленькой машинки это маленькая штучка но не дешевая дрожок возьми попробуй чтобы убедиться так но мы его не болтаем видимо про кроликах ну давайте попробуем много кролики рендемшн можно их вытащить и попробовать как а самые большие размеры этих рубашек есть нет спасибо что за надписи на этих сувенирах написано корли не побьешь вообще странно звучит учитывая то как он погиб ты подонок я запомню как тебя зовут твоя жопа в моих руках ты не будешь смеяться ты не будешь плакать ты будешь учиться от и до я буду тебя учить а теперь встать встать на ноги спасибо спасибо ух уж эти не убранные после уэса штуки куда тянется это вилял 250 рублей а я завис в прошлый раз как раз на кролике но между прочим без прохождений 1 а вот не помню у меня был что то такое чувство что я вроде проходил эту игру без прохождения но я вот сейчас вот играю но может быть я тупее просто с годами сейчас я играю я просто не было давящего фактора стрима и ты на расслабоне так не а новым так нет само собой вот типа вот до этого места я сейчас дошел за два с половиной часа в детстве я доходил наверно ну типа неделю или около того но наверное это предполагаю но не понятно поднимает настроение может быть завернуть я упакую ты скажи когда хватит послушай ничего необычного а почему бы тебе не перестать отпугивать других покупателей хочу прочистить глотку и подождите нам уже отвлечь надо послушай ничего необычного а почему бы тебе не перестать отпугивать других покупателей и не уйти хочу прочистить глотку это оружие чертовски тяжелое нам этот кролик нужен ну там в игре кто-то ничего необычного продавец так ладно давайте уйдем прочистить глотку не будь матом купить чего-нибудь помнишь машинка нужно вести продавца прикол в том то что машинки батарейки серия но сейчас попробуем еще походим здесь посмотрим чаще есть это выход он шурует только в одну сторону и причем не в ту это старый харддейл который мог починилась мальку и фен здесь да здесь глеб игрок и фен партнишка я туда не собираюсь парнишка все думают что я пришел их до еще любимые желанные маленькие кролики официально лицензированные х ролики в честь гонки корней ботарс официально лицензированные кролики в честь гонки корней бортерс официально литиндер уже давно не по ничуть ну как бы да но помечтать хочется хочу прочистить глотку все эти сувениры наверняка подорожают за год на 300 процентов и тут извини меня но эти рубашки они из хлопка а вот он отвалекся нет глеб глеб был игрок потому что он играет прямо сейчас в игру под названием full тратал это плохо у меня аллергии на хлопок идет такой пинг тоже это да но он видать его не слышал то есть он здесь копошил сауного не слышал все это время поэтому он это не триггер ну никак жестко конечно не ну неприятный момент неприятный момент у дедана забрать его последнего кролика так давайте сейчас я погодите сначала прикину сколько нам еще осталось по прохождению осталось то ну not great not terrible так сказать с на байк и уезжаем вправо ой влево окей а зачем интересно сейчас заберемся блин вот до этого тоже странно как пин догадаешься до этого еще что здесь нужно еще уезжать отсюда вроде казалось бы прыгнул приехал на локацию убежище грифов в бау привет вани глеб спасибо вам за труды Стоп гейм! Шип, док, энд, вулл Спасибо тебе большое Шип, док, шип, шип, док Три, три, три Это будет долго, да, судя по всему А вот и батарея А, это все ради батарейки? Неплохо То есть, блин Чтобы достать из кролика батарейку Кролика надо запустить на минное поле Ха, ну конечно Очевидно Ну конечно, боже мой Так это был не живой кролик? Ну конечно, не Я сразу понимал, что это не живой кролик Но все равно, как бы Обидно как-то за продавца Только так батарейки достаю Ну это же сколько минно Сувениры будут напоминать вам о ваших гоночных приключениях Купите вашим детям кролика и они будут на... А, фу машину что-то? Всех размеров Это вдохнет в нее немного жизни Так И мы этой машинке едем под турникет Вроде как, да? Все эти сувениры наверняка подорожают за год на 300% Ну там, по-моему, что-то какая-то типа мини-игра будет или что-то там, да? Эй, не сюда! А, нет, мы просто вот врегли Посмотри теперь что-то сделал Этот проход через всю фабрику Оу, это слишком приятель Папочка идет Теперь его нет и кролики мои Ха, кролики мои А футболку не хочешь здесь? Не надо воспоминаний Окей, понятно У меня достаточно шрамов напоминающих об этой поездке Так Теперь ящик запускаем туда же, да? Садись На свою тачку, чувак Э! Э! Ух Двидидидидидидидидидидидидидидидидидидиидидидидидидидидидидиду Она отправит нас в смерти кролика, восстановить его Но Если мы хотим Пройти игру Это необходимо ребята это не более заминировано грифы постарались от этого зависит будущее байкеров сколько же батареек что-то мне кажется не хватит есть такое подозрение один всего остался и ради чего батвай это вот как раз у кроликов сейчас был такой вопрос why are we still here just explode клетка не получится вам жалко кролика до 51 процент конечно конечно так сейчас глянем а туда тут надо было по тактону все это делать сейчас почитаю после того как кролики выбежали быстро соберите их после этого запускайте по одному на минное поле продвигаясь каждый раз вперед на очищенный участок вот это жестко прикол так а чё кролики то все г.г. как там сейчас материализуется еще одна коробка с кроликами она не материализуется вселенная просто перезагрузится все видимо возможно никак типа это же старая игра поэтому а нет появилась ящик почему я вспомнил скобидо ну атмосфера до как здесь убьешь на и и и Убираем их быриком. Не получится. Командир. Так, все. Ага, ага, ага. Смотрите, он уже, по-моему, прошел, ну, почти дальше, чем его предшественники. Так, давайте сохранимся. Сохранимся. И попробуем просто вот так вот сделать. Нет? Нет. Нет, он просто не пойдет. Просто пройди. Да, вряд ли ты ишься. Да, против этих ребят. Да, против этих ребят. Так, значит, выбираем точку, где он подорвался. Идем к ней. Да, против этих ребят не попрешь. Вот так вот. Нет. Яхт. Попробуем. Яхт. 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 вот против ребят не попрешь конец-то кролики как-то смотреть потерпите не игрушечка причем как бы да еще прикол в том что эта сцена почему-то такая затянутая но достаточно обстоятельно поданная выглядит так как будто ты прошел тебя 3 4 3 чего 3 поля но у кролики то есть еще вот и все достаточно мега странно я тебе говорилось ты уверен этот парень убил моего отца братва надешите ему херосе послушаем ты здорово заблуждаешься мы не должны мы должны вытащить все наружу как ты думаешь сузи время есть мы слышали ребята послушаем что он нам скажет бурб брак разорвут на куски твой отец и ты смеешь болтать про моего отца сердечная да блин ну дайте ему сказать я теряю терпение марин ты можешь потерять не бойцы бурб кушке меня адоба а то о то что который корик он тебя разнесу все на куски рана назову тебе имена нет назову тебе имена эти всю кровищу выпущу фред билл джордж назову тебе имена хозяйка норковой фермы динамо в пеленках придурковатая старая дева красолова грифа в резине динамо в пеленках динамо в пеленках где ты слышал это имя откуда ты знаешь это имя ты убил дубины моего отца и болтаешь о старых временах я не убивал его это репокер фотограф сделала снимки но тот головорез который явился за тобой украл ее фотоаппарат я но пленка все еще у меня а так прояви ее в этой одежонке неуютно ладно разберемся извиняюсь ладно не беспокойся я собираюсь достать рип бургера даже если сдохну нет мы должны разоблачить рип бургера на собрание акционеров таким образом мы уроем его спасаемую банду и завещание твоего отца исполнится ты возглавишь корли мотос рип бургер отменил собрание акционеров он сделал заявление в прессе что собрание не будет до тех пор пока преступники не предстанут перед судом понятно что там ошибка перевода что-то мы не подохнем ладно разберемся окей идем далее ого фальсифицируем смерть бена и марин акт 1 и сцена 1 адриан рип бургер в отчаянной попытке выманить марин из убежища разработал следующий вонючий план первой премией в гонке будет старинный мотоцикл хардтейл который восстановила мо со своим отцом рип надеется что мо попытается захватить этот мотоцикл из сентиментальной привязанности к нему и так переодетые бен и мо выступают отдельно и выходят на старт этой стремительной гонки она заканчивается трагически когда их автомобили взрываются и они считаются погибшими вопрос пожалуйста вопросы чуть позже и так взрывчатка в машине мо может сдетонировать только от лобового столкновения с машиной это сиденье катапульта выбрасывает мо во время взрыва и она безопасно приземляется ты думаешь никто не увидит как она катапультируется из машины нет все будут смотреть как ты бегаешь горящим нормальный план я еще один вопрос когда твой автомобиль взорвется ты выберешься из него в огне и побежишь по стадиону отвлекая в своем классном костюме из звезды конечно гениальный план ладно дорогуша теперь давай немножко порепетируем а ну сейчас destruction derby ты начнется о-хо-хо отличный план надежный как швейцарский не открывает нам своего настоящего имени он предпочитает чтобы его называли таинственный мститель знакомые я не понимаю кого они собираются одурачить своим нелепым видом за ним следует еще один новичок а кто ранил full throttle на мегафоне какая пара сделаем так давайте-ка сохранимся на всякий случай так моя машина какая красная держись мог я еду так подержи подождите дайте-ка разберусь куда ехать так где он где она они прям защищают да ты выйдь сама оттуда ну ё-моё ты чё короче нам нужно миновать этих челиков и проехать подруги наши в этом как бы задачи управляется это все мышкой так может быть нам надо вот есть посмотри как там братья будем давайте воспользуемся рампу добрый вечер мы саму агенту 47 на отпуск россии рост берпа отлично спасибо большое в россию отправляет агента 47 блин да как вот прямо поехать вот как прямо по просто взять и ехать прямо что нужно для амин из клавиатуры точно нет а с клавиатуры можно тоже по морду с клавиатурой ребята живем ну все и а это думал сначала машина застряла когда я спрыгнул сверху этих детишек стеклянная челюсть да и проехать друг но пока я ее его их отвлекая она была уже давным-давно выкупы по-другому и кокстрюльтурой агентства а по-другому и кокстрюлярка так же я не хотел сширен как-то тут я не хотел умереть сначала он уже не встретил и сширен педагога да нет вот это говорит о том что вот по-другому я не сделал и вот это говорит о том что вот как он не был заглядся были на не пути такому но я мое просто видите что происходит поэтому в этом сложность управления я знаю может быть каком положение мышки она перестанет рампу никак не может подвиг ну во всяком случае ну давай попробуем с этой я могу двигать вот этого товарища какашечного цвета давайте попробуем с этим что-нибудь подвинуть и чего ли сейчас здесь за респаунил остальным натуре и и и и и и и и ладно давайте сейчас в прохождении гляну так а то мы долго можем здесь просидеть можем с помощью клавиш курсора с помощью клавиш курсора езжайте в центральный левый угол арены центральный левый угол арены ну это где собственно рампа а что значит центральный угол не знаю ну в смысле я понимаю о чем идет речь но центральный угол это бред но ты понимаешь о чем идет речь ну да окей запрыгивать на трамплин и падать на бронзовую машину водитель в шоке пока он не пришел в себя толкать машину центральный правый центральный опять же таки правый угол арены и запихивать на такой же трамплин тарантия мо и запихивать на такой же трамплин тарантия мо и все? типа а что должно произойти? ну давай попробуем ну видимо там под этой ты эту машину за минус и смертник89 до 30м месяца оформляет подписку спасибо спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, блин, каким образом это могло помочь, ёпаный пёс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это загадка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, может, сдохнемся, да? А, ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы ходите под контролем. Огоник хватил за него. Но не надо паники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как же у этого чувака озвучивающего получается? Делать вид, что он не профессионал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так у нас есть кролики кролики не помогут так давайте в дальней точке попробуем раньше дарить подписку там блин спасибо спасибо а если за машину в машину можно за машину можно когда мы ближе к выходу то они может нам надо привести их к воде вага загнал так сейчас прочитаю так бегите в бронзовой машине запрыгать на крышу когда плохие парни подъедут чтобы струсить трус трусить чтобы струсить вас оттуда вас трусить перепрыгивайте на их машина оба накоп подождите пока не повездаешь ломку спину бросаетесь в вагон сердцем это поджарить задницы 90 сотен бой спойлер так давайте на крышу вот сейчас очень вот вот да кому беги давай давай что случилось вы взяли его мы справили волюсу а это значит что ри бургер должен сделать нас вице-президентами как и обещал и дать нам по десять тысяч акций забавный запах что это перегрев вот и вот тут его разнесло на сотни маленьких говняков по прохождению как написано где хардтейл весь на полу мистер мститель что что случилось с твоей глубокой привязанностью к мотоциклу твоего отца бэм это всего лишь . я могу собрать и я опять за полчаса возможно это поможет найти ключ о каком ключе ты говоришь ключ от сейфа моего отца я помню что он спрятал в этом мотоцикле но я выскала все и не смогла найти ничего даже похожего на ключ что там в сейфе такое важное завещание моего отца я надеюсь что он скажет в конце концов правду обо мне почему он скрывал тебя все эти годы он не хотел чтобы люди узнали про мою мать а что такого было в госпоже корли она не было корли так как мы собираемся пробраться на фабрику на заднем дворе фабрики есть тайный ход который ведет прямо в офис отца он брал меня с собой я помогала ему разрабатывать дизайн мотоциклов это когда он был слишком стар чтобы работать самому нет это когда мне было еще 6 как я найду секретный проход тут есть хитрость ты должен подождать пока все датчики погаснут потом ты врежешь по стене как раз справа и ты внутри как раз справа это тот самый пиксель хантинг до который сегодня вроде упоминался справа там дохера дохера куда можно как я найду точку куда врезать отец знал точно куда надо ударить я помню что там было бы человек состоит на 80 процентов из воды на 20 процентов и сотни маленьких говников ударить по стене как раз перед собой и эти странные ворота откроются так что если я не смогу найти эту точку прикинь высоту трещины подожди пока все датчики погаснут и бей это место по которому надо врезать незаметно послушай мне было только 6 не приставай так куда куда мы попали это си 330 промышленный грузовой и реактивный транспортный самолет большой рот бой хотели возить в нем тачки на мотогонке вы пробовали поднять его воздух возить бэн возить этот малыш уже отлетал своем тоже что-то переводом тут явно не то как прошел твой полет во время прыжка было несколько взрывов возить я приземлилась на минное поле а в остальном все было в порядке помнишь ты пыталась убить меня да мы преподали тебе урок я в порядке классно теперь помоги мне найти ключ я никогда не найду этого секретного прохода и бэн ты не видишь что я занята если я смогла найти место по которому надо ударить когда мне было 6 я уверена что ты сможешь его найти в своем возрасте так посмотрим что я смогу сделать хорошо детальки детальюшки детали андры вот что-то здесь надо код какой-то на 1544 92 48 053 2 всего варианты да ммм ммм могу записать запиши 1544 92 и 48 053 вроде только два не вижу других ммм ммм ну все запишем ммм ничего страшного так вот здесь наверно даже виднее будет еще готов записывать уууу ручка внизу ну вот ладно запишем по старинке а как все такое короткий квест в сравнении с брокен сордом да брокен сорт тоже короткий квест просто брокен сорт я прохожу без ну сам вторая снять чат там тоже периодически подсказывает но не так душит как сегодня подсказками ну и а прохождение я вообще в принципе не использую да там дать тоже на брокен сорт не приходит это тоже немаловажно 8 и 8 9 7 67 так и тугая в пятеро да ну да все записал да ну и все поехали тогда я правда не знаю для чего мы это сделали но пригодится на так и мы идем за вот фотографии мне ни к чему покажите шишек если у нас фотографии намного так вот трещина ну вот да вот это вот похоже да вот она такая ярко прям выжибная трещина я бы на это сначала подумал прежде всего и надо помнить что типа ну на уровне ее глаз и наверное имеется ввиду когда и было 6 лет правильно но сюда нельзя ну а вот займусь этим поясе когда ночью что не бьешь то так ладно давайте посмотрим что прохождение пишет интересно так теперь в том месте где вы должны ударить стену если пройтись от правого конца к левому где-то в середине есть самый большой камень чуть вперед в самом низу поменьше и сразу за не совсем маленький его за него и стараетесь попасть вот этот закрытая печатать еще эти блин да счетчик поставили чем нахерах это и опечатано займусь этим позже когда будет так ну странно почему на полу то она сказала на уровне ее глаз какого хера или это да может быть это трещина была на уровне не глаз да вообще по по камням конечно логично на год закрытая печатана закрытая печатана может она ползла потому что от кого то такая так давайте закрытая печатана нет 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 вообще про проползание хорошая да интересна всего но это просто как бы да это вообще это можно забрать force конечно без всяких проблем это не то что ну мега ломающая какая-то тема то есть она имела ввиду вот эту трещину судя по всему да который идет вот вот так вот вот сюда вероятно непонятно еще перевод да мог быть каким-то косячным все может быть он может быть ого красота очень простой без ящиков мебель двинуть не мебель двинуть нет окно разбить давай но нет толсты стекла не получилась упа так ладно погодите погодите там что-то слишком так и вот шестизначный шестизначный и видимо с цифрами ну да если 6 задач только с цифрами до пятнадцать сорок четыре девяносто два здесь какая-то карточка и пленка я уверен что это завещание корлия подождите как там оказалась пленка это какая-то другая пленка пусто теперь это искусство это фильм это пленка завещание пленка завещанием дополнительные материалы да так у нас три двери больше здесь вроде пощупать ничего нельзя давайте подряд вот эту штуку можно пощупать конечно scan code reader scan code reader сюда надо вставить карточку карточка у нас есть закрыта закрыта давайте проверим другие двери опа попалась собрание началось он был не только вдохновляющий лидером но его а то есть мы сейчас это покажем все да его потеря мы с малькольмом часто обсуждали будущее мы говорили о дне когда корли моторс преодолеет положение новичка и перейдет в автомобильную эру и хотя его трагическая кончина произошла раньше чем кто-либо ожидал мы с ним так я по я так понимаю нам нужно и я вам не дожидаться или можно мечты нужно блин короче ладно давайте посмотрим я рад представить вам будущее а вдруг мы опоздаем крутяк крутяк не все дождались корли был прав он не хотел этих микроавтобусов просто ее вырубить надо да камон просто зайди камон боже да просто выруби и так а это дверь закрыта ну погнали сюда это шо это фотокарточки модала мне фото убийство ее отца я уверен что это завещание корли корли моторс видимо это оно порядок а нужен не выбирать а не и 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 мотор лампа что за что черт возьми здесь происходит я занимаюсь только заменю лампу и управление мотором какой голову это злой голос ну да теперь когда ненавижу это старое железо переводчик к этому моменту вообще устал то же самое я думал мотор это имел отсюда черная ой серая коробка а он по таймеру 3 девицы на ясно внутри гибицы она про лампу сказал но про моторы лампу теперь только про мотор но в целом логично ну короче какая-то камбуха нужно что вы видите сейчас перед собой это типа я в первый раз выключал лампу а сейчас перегрел да часто ее пережег почему бы тебе не пошутить я совсем не знаю шуток ну точнее ты пленку пережег формально знаете это напоминает мне классный анекдот про лампу добыл на торс ну понятно по триггеру не по таймеру нет по таймеру не по триггеру дать именно что по таймеру то есть ты я в первый раз два рычага нажал и она среагировала во второй раз один рычаг нашел и она тоже среагировала это не триггер это именно таймер через определенное время она реагирует нужно побольше экспозиции отсюда видна вся компания а это что сухо но вот с большим экраном вот сюда наверно но вот удивительным образом никто никогда таком не подозревал но он взял и занес 100 рублей на заход спасибо и вы не поверите спасибо не я не сплю я тебя я внимательно наблюдаю за тем что происходит как все удачно-то сочетается ну я в ремастер не играл алекс не могу сказать кому я я прошу прощения вы вынуждены были прослушать запись триггер по таймерам ну да триггер по это одна из них дамы и господа меня зовут морин корлей и у меня есть что рассказать вам вы скоро увидите почему этот человек должен сидеть в тюрьме надо гонять опять тот фирменный бег кстати вот эта локация с основными воротами по сути ну не геймплейная то есть вот она пару раз появляется первый раз филерная старый раз просто для для общей композиции у нас есть все необходимое оборудование есть вопросы голос дьявола иди сюда бэн итак после того как мы починим твою тачку мы поедем позволять мою банду из тюряги а потом ты пойдешь покупать так вот почему байкеры всегда на мотоциклах и забега тебе представить в этом месте но странно все равно не могли бы машину выбрать вот размечтались тут все подождите там правильно написали может быть по раз здесь прям либо мне уже отдали управление либо здесь прям в кат-сценах можно сохраняться старые игры да вот видите в кат-сцене я выхожу в меню ой а почему речь сейчас опустилась она на максимум же было она прервала она не должна была бы это выделить я как раз собирался рассказать о неужбежных опасностях езды на мотоциклах не мог бы сделать чтобы это колымага ехала побыстрее а все вот теперь играем так подождите ползем нет он она наверняка решетка да так а чё там вентилятор что-нибудь засунуть вот эту штуку очень маленькая очень маленькая но уж извините приберегуя эту цепь для друзей встан не то да тачка если я дотовуюсь она свалит может быть руку не получится нет ногу можно снизили не заяц ну я предлагаю зайцы чат предлагает зайцев да так и чё забавно-то забавно но это не помогло да еще это было забавно так и мы уехали ну и хорошо ну все злодей умер явно дай мне попробовать еще блин так после того как мы починим твою тачку мы поедем вызволять мою банду из тюри ну ладно так а если интересно а если я сейчас загружусь подождите интересно загрузит меня посреди к сцены или нет ну не совсем в тот момент но короче чуть ближе мы гимпу так давайте посмотрим прохождение действия быстро открываем решетку и затем панель над ней над ней ага как только рибургер пытается закрыть ее вырвите у него трость из рук изи погнали так решетку открываем блин а где есть панель я не буду над ней а панель в натуре блин ну это ааааа камон трость трипа опа блин ну она типа ну непонятно что это панель кажется что это просто корпус трость и трость там и туда и ванга вы мне кажется что монтировка тоже по папу но подошла бы нет у него видишь какая-то пафосная крутая трость монтировка просто из металла так это чуть можно оторвать линзопровода нет не получается не двиг не вижу в этом ничего необычного так подожди давайте чтобы время не тратить на еще одну попытку давайте сразу прочитаем гаечным ключом ну ключ я значит правильно выбрал ну кстати это не ключ а монтировка но неважно хотя может быть может быть мы не правы это не монтировка сковырните крайний правый топливопровод и некоторое время спустя вы окажетесь в самолете это окей а почему ладно почему именно правый почему нельзя спереди не вижу в этом ничего необычного чего то есть он на на эти топ топливопровода говорит не вижу ничего в этом необычного а на правый норм окей никто не нападет на меня сзади я просто спрыгнул сам в обрыв сорвется блин надо было попробовать конечно но я в прохождение глянул ты же сказала что они верят не больше нет я чат просто стараюсь по минимуму читать ну и не верят после всего что ты наговорил следы ты собираешься прикончить нас всех не порти финал как остановить эту штуковину из кабины самолета с грифы давайте поболтаем ну ладно ладно погнали наверх а чём как поднится что поган подняться много чего проверять могу попробовать кнопка взлет полет приземление управления авария авария потеря управления поломка двигателя мобилизация президент связь самоуничтожение пассажиры маскировка так подождите взлет собор высоты ускорение лабиритмический ну мне проспорили уже про шасси один пользователь в чате но надо понять еще где это находится убрать шасси на это на взлете же нужно готовность набор высоты режим шасси брошь ничего что ты сделал вообще странная логика ну блин фен как бы да есть такое бывает бывает в этих квестах такой оплана бен ты жив живой а как там и будет я вижу его готов спекся быстрее поднимайся сюда поднимаюсь ну этот транспорт объявлен украденным главное меню меню груз двигателя сейчас подожжите опять же чтобы не переигрывать так убрать шасси после ролика вылезаете в кабину и снова включить компьютер здесь вам нужно отключить пулеметы потом возвращайтесь смотрю садитесь на байк пулеметы давайте я сохраню сейчас на всякий случай а типа если я не отключу пулемета т.г.г. дайте я попробую я сохранился динам скорее всего ты куда-нибудь пойдешь и бургер сделает не только бургер рип но и тебя посмотрим этими пулеметами я беру тебя и твоих друзей с собой все что ты делаешь это неправильный метод лечения мне пулеметы вроде что он сказал пулеметы мне вроде ничего не мешают ну ладно давайте короче отключим так главное меню защита готовность оружия ну вот нормально и порядок дай мне попробовать еще он на пулемете висит я просто прохождение написано нужно отключить пулеметы типа если нужно отключить пулеметы то на хрена они уберутся они уберутся да 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 я понял я понял главное меню защита вооружение управление включить было бы забавно если нас попросили еще номер убрать через компьютер правильная реакция так ну давай уже друг поскорее красава стойте вернитесь вы нам нужны для веса в самолете где-то это было где-то это было вот фирменный бег как раз ты пригодился сейчас нет не успел что-то не должен был успеть дай мне попробовать более натуре не успел юб твою мать чувак а где это было что они вот так же висели и чет нам груз вот они перемещались своими целами там уравновешивали в каком-то фильме это было не помню где было справедливо во втором во второй миссии по моему это было в каких-то пиратах карибского моря это было его потрясло сейчас немножко туда поболтала форсажи наверняка в каком-то было я прям помню какой-то момент когда кто-то бежал и параллельно ехала вот это вот ну вроде не это я вспоминал но не суть да действительно много где было да блять ну господи я уже потерял концентрацию это безопасное устройство не приносит для вашей охраны спасибо друзья хорош души так меню защита вооружение управления отключить блин ну я может вспомню может он на может как поэтично да блин а где байк то здесь здесь нужно будет на байк сесть ну где он я думал что он типа про я пройду и там не появится дай мне попробовать еще давай давай быстрее поднимайся сюда да ща подать куда торопиться дай мне попробовать еще раз возвращать самолет и садитесь на байк наслаждайтесь финалом сейчас будем наслаждаться финалом так только байк найти так давайте вот здесь на этом экране должен быть байк что-нибудь видит байк пробую скроллинг но я вот ухожу я подумал тоже про скроллинг но я ухожу и триггерится сцена вот да чувак я тебя понимаю быстрее поднимайся сюда ну чат говорит слева байк тебе куда-то налево окей щас посмотрим до чего доводит постоянно can't be a harley fan там была эта фраза окей что такое чорли но зачем вот так спрятали на камон жестко но это прям такой финальный троллинг от игры просто он там типа ничего бы не помешало сделать эту сцену без вот эту вот пиздюшного скроллинга на самом деле учитывая габариты самолета у меня есть ощущение что и выбежать он мог бы спокойно и потом вы его взрывной волной докинул любом по своим правилам я но это финал в любом случае тайной для большинства из нас и продолжает вдохновлять всех нас он дал нам свободу он дал нам силу у троллинг он дал нам колеса а я еще подумал знаете перед стримом мне почему-то подумалось что навеяло что если бы делали порно пародию full throttle как бы очевидно да как 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 бы она называлась но full throttle full throttle как можно обед звучит классно ничего ведь не изменится а бы я имею ввиду от того что я стала теперь главой компании живу во дворце раскатываю в лимузине это ведь не означает что мы не будем проводить время вместе а послушай но ты теперь больше не должен 20 действительно в другой лиге но б минутку алло что нет 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 это идиотизм ну не придурок ли отложи встречу на пять часов и скажи заводскому начальству что я сама приеду и проверю все это я знаю я об этом сказал простите что вы сказали нет 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 во первых этот сплав был с трещиной ага да 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 хорошо отлично минус секс получается да бэну не до секса у него есть дорога это знаковый шторм можно знаменитой истории серии финалки ты тут геймеру пишет озвучка шикарно особенно у того чувака который за рулем был дистрактендарды мне тоже не так это отдельный уделял но кстати есть почтовый адрес если чё сан-франциско а можете написать письмецо озвучка шикарная перевод говно но перевод не очень действительно перевод прямо местами прям лажовый ваше впечатление от игры да хорошее впечатление от игры но классический квест он от лука сарц прикольный с этой байкерской тематикой с настроением рокерским таким задорным классно я играл в нее тогда еще стародавние времена ну в 94 95 то у меня не было компьютера я играл в нее наверное ну в районе там двухтысячного когда у меня компьютер появился у меня появился в 98 но я имею ввиду пока я до нее добрался пока туда-сюда наверное в районе двухтысячного ну и да мне и тогда норм было и сейчас норм не могу назвать это там каким-то одним из моих любимых квестов не могу но и как-то я не знаю ругать особо не не ну есть такие стандартные вот эти вот истории про классические квесты когда хрен поймешь ну тяжело догадаться до определенных моментов и ну есть появляется ощущение что игра тебя подтраливает но наверное это правила игры такие стар спасибо большое 123 рубля спасибо за стрим добьем SR2 до круглой суммы спасибо большое спасибо это спасибо красивая круглая 25 стоит у у Сул Ривер 2 круто да Марк Хэмилл озвучил Риббургера да да все так здесь собственно как раз да обозначено я задавал этот вопрос кого Хэмилл озвучивает а здесь вот как раз все расписано ну да Хэмилл указывался в начальных титрах ну удивляются те кто видимо не это просто в процессе вы что что это вы 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 Продолжение следует... 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 Пока-пока, ребята. Счастливо!